И предлагаю начать наш вебинар совместно с ведущими экспертами в теме работы с самозанятыми. Это и Налоговая служба России, это и МСП-банк, который расскажет сегодня про государственную поддержку. Это и коллеги из агентства С4 Консалтинг, которые являются экспертами по законодательству и по нюансам работы с юридическими лицами. И, конечно же, выступление непосредственно от самих самозанятых, которые расскажут, как они пришли к этому статусу, почему они выбрали этот статус, как они занимаются продвижением своим и другие нюансы своей работы. Мы сегодня вещаем в двух точках. Непосредственно сама организация трансляции у нас здесь в Zoom, непосредственно основной канал вещания на нашей странице Marketing People, так как, опять же, представлюсь. Меня зовут Олег Михалевич, я модератор сегодняшнего вебинара и также я являюсь руководителем крупнейшего сообщества специалистов в маркетинге и рекламе Marketing People. Коллеги, которые являются организаторами этого мероприятия, пригласили меня в модераторы. Я надеюсь, что мои вопросы спикера, моя поддержка, моя помощь вам в каких-либо уточнениях и ваших комментариях к экспертам будет полезна. И предлагаю приступить к нашему вебинару и передаю сразу слово представителю акционерного общества МСП Банк, ведущему банку, который работает с самозанятыми, с предпринимателями и вообще бизнесом, как таковым у нас в стране. Региональному директору МСП Банка в городе Самара Лаухину Владимир. Владимир, подключайтесь, ждем вас в эфире. Вам слово. Добрый день, коллеги, меня слышно, видно? Да, Владимир, видно, слышно, начинайте. Еще раз представлюсь, меня зовут Лаухин Владимир, я являюсь региональным директором МСП Банка в городе Самара. Мы занимаемся кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства по льготным процентным ставкам за счет государственных программ, а также выдачи банкских гарантий. Можно мне включить доступ к демонстрации экрана, чтобы я вывел презентацию? Отлично. Так, презентация пошла? Да, спасибо, все видно. Все, тема нашего сегодняшнего вебинара – это кредитование самозанятых. Я сейчас вкратце расскажу про наш банк, что мы себе представляем и какие у нас есть продукты для кредитования и как раз государственной поддержки самозанятых. Мы являемся на 100% государственным банком. Единственным нашим акционером является корпорация МСП, это федеральный институт развития в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. На 100% также государственная структура. Учреждены мы в 1999 году. На слайде видите этапы развития банка. В 2017 году банк очень активно начал расширять свою региональную сеть, открывать региональные представительства. Таким образом, в 2018 году было открыто региональное представительство в городе Самары. На настоящий момент покрытие составляет 47 таких представительств и до конца года планируется их увеличение до 50. Мы находимся, как я уже говорил, в Самаре. Работаем по Самарской, Пензенской и Саратовской области. Вот наши территориальные закрепления. У нас наивысшие рейтинги ведущих агентств. Имеем универсальную лицензию Банка России и очень активно работаем на рынке кредитования. Сам продукт, что он из себя представляет? Условия предоставления кредита, то есть цель кредитования, это развитие предпринимательской деятельности. Требование к заемщику, это либо физическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, который выбрал налоговый режим, налог на профессиональный доход. У заемщика должна отсутствовать отрицательная кредитная история по БКИ. И доход для текущей деятельности должен прорывать расходы по платежу по кредиту, который включает сумму погашения основного долга и процент. Сумма кредита для самозанятых у нас выдается до 5 миллионов рублей. Хочу обратить внимание, что в настоящий момент нет требования к сроку регистрации самозанятого. То есть есть два варианта. Первый вариант, если самозанятый прям зарегистрирован, ну грубо говоря, там вчера, позавчера, вот прям недавно, то тогда мы для того, чтобы подтвердить доход, то есть мы же должны посмотреть лимит кредитования, рассчитать. Сумма кредита рассчитывается, исходя из доходов самозанятых, поэтому, так как он зарегистрировался совсем недавно, тут два варианта. Первый вариант, когда самозанятый помимо работать самозанятым, работает где-то еще по найму, и у него есть возможность подтвердить свои доходы с правкой 2НДФЛ, то есть она одновременно и официально трудоустроена, и является самозанятым, тогда мы можем рассмотреть доходы по справке 2НДФЛ, по найму, и посчитать лимиты, исходя из данных цифр. Либо второй вариант, если официального трудоустройства по найму нет, и предприниматель совсем недавно зарегистрировался самозанятым, тогда нам надо будет подождать 3 месяца, пока самозанятый 3 месяца поработает, для того, чтобы за последние 3 месяца мы могли по справке личного кабинета налогоплательщика посмотреть его доходы. Срок кредита у нас до 1 миллиона рублей, до 36 месяцев, до конца года у нас действует специальная акция, то есть сумма увеличена до 2 миллионов рублей, с 1 января предварительно будет опять возвращена до 1 миллиона. И в настоящий момент действуют особые условия до конца года, то есть у нас кредит беззалоговый для самозанятых в сумме до 1 миллиона рублей, до конца года также действует специальная акция, то есть до 2 миллионов рублей кредит является беззалоговым. Соответственно, с 2 до 5 миллионов рублей рассматриваем уже обеспечение. Программа стартовала у нас в банке в июле текущего года, по ставке 7,75, сейчас ставка уже была понижена, то есть сейчас ставка составляет 6,25% годовых, и я считаю, что это очень хорошее рыночное предложение, то есть таких ставок для аккредитования без залога на рынке по сути нет. Помимо кредитования на цели развития предпринимательской деятельности, мы можем еще рефинансировать действующие кредиты физических лиц, которые применяют вот этот специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход. Сумма кредита тогда будет равна не более сумме рефинансируемого кредита или кредитов по данным ВКИ, размер также до 1 миллиона рублей по стандартному продукту и до 2 миллионов рублей в рамках акции до конца текущего года. Здесь денежные средства сразу напрямую направляются на погашение обязательств, более дорогих кредитных обязательств в другом банке, и кредит таким образом удешевляется. Как подать заявку? Банкам сейчас прием абсолютно всех заявок, не только самозанятых, но вообще всех, является онлайн. То есть мы с помощью нашего портала АИСНГС, это сайт вы видите на слайде smbfin.ru, можем принимать заявки абсолютно всех заемщиков, которые к нам обращаются путем онлайн. Для получения кредита требуется минимальный пакет документов, надо заполнить заявку, она заполняется буквально 10-15 минут, анкета заполняется порядка 30 минут, и добавление документов тоже заполняет не более 30 минут. То есть в принципе в рамках часа можно подать заявку и отправить на рассмотрение. По всем кредитным продуктам мы работаем с помощью УКЭП, усиленной квалифицированной электронной подписи, но для того, чтобы подать заявку для самозанятых, получение УКЭП требуется только уже на этапе заключения кредитного договора. Тоже такая сделана небольшая акция, то есть мы работаем с юридическими лицами, с ИП и с ООО, и УКЭП просим оформить сразу для того, чтобы уже на этапе заведения заявки подписывать все документы и направлять банк. Для самозанятых тоже сделано спецпредложение, УКЭП получается только в конце, когда уже необходимо подписать кредитный договор. То есть для получения кредита в сечении офиса банк не требуется вообще, все идет онлайн. В целом по продуктам у меня все. На слайде видите наши координаты, то есть работаем, можно сказать, 24 на 7. Вот мобильный телефон у нас специально выделен сотрудник, зовут его Иван Хромцов, региональный менеджер. Данный сотрудник как раз специально выделен для помощи, в заведении заявок для самозанятых, то есть можно ему обратиться, позвонить на сотовый телефон, написать почту, он и поможет завести заявку, поможет прикрепить документы, если будут какие-то вопросы, то есть может помочь заполнить анкету, то есть полное сопровождение от А до Я до момента получения кредиты. Также мои координаты видите на слайде, если можно мне легко найти по телефону, в почте, во всех соцсетях, во всех мессенджерах, везде есть, готовы помогать и готовы помогать, как бы самозанятым обращаться в банк, получать кредиты. У меня все, если есть какие-то вопросы, готов ответить. Да, уважаемые участники, если есть вопросы, задавайте их в чат, здесь или в зоне, в фейсбуке, будем ждать ваши вопросы и сейчас их передадим. А я пока, мы ожидаем вопросов, позадаю дополнительные вопросы от себя. Владимир, а есть ли какие-то другие варианты, например, кредитования, не только тогда, когда уже человек является самозанятым, а когда он, например, только собирается? Ну, опять же, я говорил уже об этом, да, есть такой вариант, но этот вариант есть только тогда, когда человек может подтвердить свой доход еще как-то. То есть, если он только вчера, грубо говоря, зарегистрировался самозанятым и продолжает работать по найму и может нам предоставить справку 2 НДФЛ, то есть, мы можем за последние 3 месяца посмотреть доходы по справке 2 НДФЛ, и, исходя из этих доходов, рассчитать лимит. Но если самозанятый нигде по найму не трудоустроен и только вчера зарегистрировался, то есть, нам же надо тоже лимит из чего-то считать, мы же не понимаем, то есть, какой он будет поток генерить денежный, то есть, как он будет. Поэтому мы тогда предлагаем 3 месяца самозанятым поработать, как говорится, на своих, показать какой-то доход, а потом мы уже делаем кредитование, определенное вливание в бизнес, да, самозанятый, он уже как бы свои доходы увеличивает. То есть, вот такой вариант. А есть ли какие-то ограничения по типам бизнеса, которые вы можете кредитовать? В текущем режиме нет. И в вашем случае вы работаете по всей области, вне зависимости, Самара, Тольятти или... Да, мы работаем по Самарской, Пензенской и Саратовской области, как я уже говорил, но у нас есть представительства и по другим регионам, да, но к нам можно обращаться, в том числе сейчас надо кто-то слышать, я не знаю, там, с других городов тоже можно обратиться, мы либо там сориентируем, коллегам передадим, либо также можем сами рассмотреть, то есть вообще нет никаких проблем абсолютно. А вот непосредственно сам МСП-банк, он какие-то консультации дополнительно оказывает бизнесу? Ну, то есть, как лучше сделать там, вот когда самозанятый уже принес пакет документов и рассказывает о себе, или подавшим, да, то у нас в банках он скажет, в чем-то посоветовать, там, не знаю, сменить место, что-то доработать. Да, конечно, то есть мы на полном контакте, то есть если самозанятый, есть там какие-то там сомнения, вопросы, мы всегда готовы помочь, рассказать, проконсультировать, там, также вот сказать, что вот он пришел, например, там, два месяца только с момента регистрации, и вот месяц не хватает, мы также подскажем, что вот как там, там, еще месяц надо поработать, там, потом можно прийти, ну, то есть полная консультация. То есть мы вообще специализируем, именно специализируемся только на взаимодействии с субъектами малого и среднего предпринимательства, да, самозанятый как раз относится к категории, мы не работаем с обычными физическими лицами по потребам предавания, мы не работаем с крупным бизнесом, то есть МСП – это вот наш вот такой вот кусок, сегмент рынка, с которым мы работаем, там, по всем направлениям и готовы, там, оказывать все консультационные услуги и, там, предлагать наши продукты, и подбирать их, не просто предлагать, а их подбирать под конкретную ситуацию, под конкретный бизнес. Понятно. Хорошо, Владимир, спасибо вам за ваше выступление, за подробные ответы. Уважаемые участники, есть ли у вас вопросы какие-либо дополнительные? Хорошо, вопросов будем считать пока нет. Если какие-то будут, будут позже, мы тогда их Владимиру передадим. Спасибо, Владимир. Хорошо, спасибо. И мы плавно переходим к нашему следующему спикеру, который является, так сказать, одним из главных звеньев в работе самозанятого. К этой организации, о чем много всегда вопросов, много уточнений. Когда мы занимались информированием о мероприятии, привлечением участников, мы изучали различные группы, чаты, каналы, где люди, которые являются самозанятыми, обсуждали те или иные вопросы, выдавали друг другу эти вопросы, как лучше работать с налогами, как, что настраивать, а не будет ли какой-то переплаты. А вот у меня происходит кто-то. И вот сейчас мы сможем задать все эти вопросы как раз Нине Васильевне Васильевне, которая является представителем Управления Федеральной Налоговой Службы России по городу Самаре. Нина Васильевна, подключайтесь, ждем вас в эфире. Управления Федеральной Налоговой Службы России Нина Васильевна, мы вас видим, вы подключены, но включите изображение и звук. Мы вас не видим и не слышим. Управления Федеральной Налоговой Службы России изображения по городу Самаре. Управления Федеральной Налоговой Службы России Spotlight Федеральная Налоговой Службы России Богоэк placed вOLD-Службы России богородoqueев России Налоговой Службы России Налоговой Службы России Продолжение следует... 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 Так, мы вас слышим, но только нужно чуть-чуть погромче. Слышим, видим и камеру немножко пониже. Продолжение следует... Нина Васильевна, коллеги из налоговой службы, мы вас ждем. Подключайте вашу презентацию, мы ждем ваше выступление. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Женя, подойди, пожалуйста, что-то включить звук, а я что-то не вижу, чтобы там звук был. Я включил там, как по этому, по запросу. А? Идете? Нет, я включил, он включить звук, я включила, а вот он что-то раз говорил, а я не слышал его. Смотри, есть звук? Что-то он говорит, а все, я ничего не слышу. Он сейчас говорит? Нет, вот говорил он что-то. Коллеги, вас видно, слышно, только камеру чуть-чуть пониже, и включайте презентацию. Мы вас прекрасно видим. Спасибо. 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 Раз, 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 раз. Может, изменить. Друзья, извиняемся. За небольшую техническую накладку, видимо, налоговая пока недостаточно хорошо вошла в дистанционный режим с использованием трансляции. Несколько минут, надеюсь, 2-3 максимум, и они будут вместе с нами и смогут рассказать свой контент. Продолжение следует... 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 Так, демонстрация экрана... Так... А, демонстрация экрана, да... Так, совместное использование нажать или что? Так... Ну вот, презентация на флешке... Открывать презентацию пока нельзя... Так... Вы сейчас видите нашу роль? Все нормально, да? Ну все, хорошо... Все, да? Ага... Ну все... 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А 27 ноября 2018 года... Номер 422 ФЗ... Итак, мы на экране видим цифры, которые говорят сами за себя, что специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход оказался востребованным. Вот постоянно... 31 марта мы видим официальные данные, уже около более 500 миллионов участников эксперимента. На сегодняшний день, естественно, сумма гораздо больше. В 2019 году, все мы знаем, было... Участников было 4 пилотных региона. Это Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. С 1 января 2020 года, как я уже сказала, присоединилось 19 регионов, включая Самарскую область. С 1 июля у нас все остальные регионы, законами субъектов соответствующих, были переведены на уплату НПД. На экране мы видим основные виды деятельности. Вот с процентом отношений вы видите, какие у нас были, в основном осуществлялись плательщиками НПД. Это перевозка пассажиров, основной у нас процент. Консультирование, репетиторство, маркетинг и реклама, сдача в аренду квартир. Кто же такие самозанятые? Самозанятые – это физические лица без наемных работников и работодателей, которые получают доход от профессиональной деятельности. То есть от реализации произведенных товаров, выполнения работы, оказания услуг. Плательщиками НПД могут быть физические лица и индивидуальные предприниматели. Причем у физических лиц отсутствует необходимость регистрации в качестве ИП, а у ИП отсутствует необходимость снятия с учета в качестве ИП. То есть ИП могут применять этот специальный налоговый режим с сохранением статуса. Виды деятельности Федеральным законом 422 ФЗ не установлены. Причем есть у нас ограничения, которые установлены в пункте 2 статьи 4 и в пункте 2 статьи 6 Федерального закона 422 ФЗ. Какие виды деятельности в основном могут применять самозанятые? Это фото-видеосъемка, как вы видите на экране, репетиторство, обучение на курсах, парикмахерские и косметологические услуги, няни-гувернантки, присмотр, уход за больными и престарелыми, клиринговые услуги, кондитеры, услуги автоперевозок. Конституционные услуги, сдача в аренду именно жилых помещений, потому что нежилые помещения, сдача в аренду нежилых помещений у нас не переводится на уплату НПД. Организация праздников, то есть вот те виды деятельности, которые осуществляют самозанятые граждане. Ну, как уже итогом явилось у нас на территории Самарской области около 37 тысяч плательщиков НПД, режим оказался востребованным, потому что сам режим очень простой и удобный. И направлен в основном, конечно, на будущее поколение, чтобы прививать подрастающему нашему поколению культуру взаимоотношений с налоговыми органами, с государством в отношении уплаты налогов. Что было раньше? Это высокие эффективные ставки при низких доходах, то есть налог на НДФЛ, мы с вами знаем, 13%. Если это упрощенная система налогообложений, применяли индивидуальные предприниматели, это 15% доходов минус расходы, 6% доходы. Административно, ГНВД, который у нас уже потерял свою актуальность, 15%. То есть все эти режимы налогообложения предполагали представление налоговых деклараций, необходимость пищения налогового органа, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, ведение налогового учета, иногда и бухгалтерского учета при применении упрощенной системы налогообложения. То есть огромное количество требований надзорных органов, не взирая на то, что отсутствовали доходы при применении, допустим, специальных налоговых режимов, была необходимость уплаты для индивидуальных предпринимателей, фиксированных страховых взносов, несмотря, еще раз подчеркиваю, несмотря на наличие или отсутствие дохода. Какие преимущества налога на профессиональный доход? Во-первых, нет необходимости посещать налоговую инспекцию, то есть стать налоговым участником эксперимента, стать плательщиком НПД можно через онлайн-регистрацию. Как мы уже в предыдущем слайде говорили об этом, нет необходимости регистрировать физическому лицу и получать статус ЭП. Нет необходимости представлять отчетность, то есть отсутствует какая-либо отчетность. И самое главное, наверное, актуальное, можно не применять, не можно не применять, отсутствует необходимость применения кассовых аппаратов. Потому что именно вот приложение «Мой налог», которое впоследствии мы немного будем про это говорить, заменяет кассовые аппараты. Низкая ставка, вместо 13% для физических лиц предусмотрена ставка 4%, это когда у нас заказчиками являются физические лица, и 6%, когда заказчиками являются либо юридические лица, либо индивидуальные предприниматели. Круглосуточное взаимодействие с налоговыми органами, открыто IP. И новая понятия у нас открылась для плательщика НПД, как налоговый капитал. То есть государство предоставляет возможность налогового вычета или бонуса на развитие самозанятого гражданина. Итак, мы с вами видим, как это просто, выгодно и удобно для самозанятого гражданина быть плательщиком НПД. Еще раз повторяю, нет обязанности применять контрольно-кассовую технику, отсутствует отчетность, нет обязательных каких-то дополнительных расходов, и самое главное, нет необходимости посещения налоговых инспекций. Все документы, все общение с налоговыми органами происходит через мобильное приложение «Мой налог». Для чего это нужно, все с вами уже понимаем. Но еще раз повторимся, это легкий безболезненный выход из тени, соблюдение закона, избежание штрафов, судебных разбирательств, результат незаконной предпринимательской деятельности, повышение доверия со стороны клиентов, улучшение репутации, возможность работать с юридическими лицами при наличии документов для подтверждения расходов. То есть юридические лица более идут на заключение договоров с самозанятым гражданином, нежели с физическим лицом, потому что у самозанятого гражданина имеется статус самозанятого гражданина, который в принципе можно подтвердить справкой, который можно получить через мобильное приложение «Мой налог». Официальное подтверждение доходов, например, для цели получения кредита, то же самое. Подтвердаем справкой через мобильное приложение «Мой налог», которое предусмотрено приложением, и официально подтвердить можем мы доход и для цели получения кредита, и для цели заключения какой-то сделки с юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем, либо даже с физическим лицом. Это уже другой социальный статус, род занятий, официально уже признанной обществом и государством. Кто может быть плательщиками налога на профессиональный доход? Граждане Российской Федерации и стран ЕАЭС. Это Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. То есть иностранные граждане у нас иные не вправе применять НПД. Кроме того, мы с вами на экране видим уже с 14 лет, может физическое лицо, либо уже зарегистрирован в качестве ЭП, также применять НПД при условии прохождения процедуры эмансипации, то есть если молодой человек приобретает действие способности вступления в брак или наличие письма согласия законов представительного совершения сделок, он может без регистрации ЭП применять НПД. На территории какого субъекта можно зарегистрироваться уже на данный момент, можно на территорию любого субъекта, когда при осуществлении деятельности. Можно даже зарегистрироваться и выбрать необходимый субъект, нужный вернее субъект самозанятому гражданину при оказании, допустим, дистанционных услуг. В законе 422 ФСЗ отсутствует определение места осуществления деятельности, поэтому можно выбрать любое место, либо по месту нахождения сторон от этих договора гражданского правого характера, либо заказчика, либо исполнителя, уже идет на выборы. Тогда выбирается субъект и можно оказывать услуги при применении НПД даже дистанционно. При этом адрес регистрации по месту жительств значения не имеет. Итак, повторюсь еще, что виды деятельности у нас не определены федеральным законом 422 ФСЗ, но есть ограничения. Это статья 4 закона 422 ФСЗ пункт 2. Кто не в праве применять НПД? Это лица, у которых есть наемные работники, когда доход превышает 2,4 миллиона рублей в год, не в праве применять НПД при перепродаже товаров. Нельзя также применять НПД, когда у нас идет продажа собственной изготовленной продукции, подлежащей маркировке или какой-то подакцизный товар. У нас товары, подлежащие маркировке и продажа подакцизных товаров, не подпадают под уплату НПД. Не подпадать под уплату НПД посредническая деятельность, сдача в аренду нежилой недвижимости. То есть мы с вами видим, что в предыдущем слайде, что если сдается в аренду жилая недвижимость, то применять НПД можно даже госслужащие, муниципальные служащие. Когда идет сдача в аренду нежилой недвижимости, применять НПД в отношении этого вида деятельности нельзя. Для ИП у нас самое главное условие. Нельзя совмещать режим НПД с иными специальными налоговыми режимами. Это упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения. То есть если налогоплательщик все-таки принимает решение, применяющий ранее на специальные налоговые режимы, перейти на НПД, необходимо в течение 30 дней сняться с учета в качестве применяющих специальный налоговый режим, такие как УСН, ПСН. В противном случае налогоорганы сами снимают по истечению вот этого предельного срока 30 дней. Также физические лица не могут осуществлять при применении НПД предпринимательскую деятельность, облагаемую налогом на доходы физических лиц. То есть нельзя одновременно быть плательщиком НПД и плательщиком иных специальных налоговых режимов, а также нельзя уплачивать НПД в отношении предпринимательской деятельности. Когда идет разовая сделка, то в принципе можно, когда одна единственная, то она облагается у нас страховыми износами, соответственно, работодателя и налогом на доходы физических лиц. Какие виды доходов у нас не подпадают по НПД? То есть кто не является объектом налогообложения? Такие виды доходов у нас поименованы в пункте 2 ст. 6 закона федерального 422 ФЗ. Это доходы, которые получаются физическими лицами в рамках трудовых отношений, то есть параллельно применять НПД и иметь трудовой договор в отношении, конечно, доходов, осуществлений доходов иных необлагаемых НПД законодательством не запрещено. Но виды доходов, которые получает такое физическое лицо, совмещающее НПД с трудовой деятельностью, в рамках трудовых отношений не является объектом налогообложения НПД. Доходы, получаемые от продажи недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг. Доходы, получаемые от арбитражного управления, от деятельности медиатора, деятельности нотариуса, адвокатской деятельности. От оказания физических лиц услуг в выполнении работ по гражданскоправовым договорам, если заказчиками услуг работ выступает работодатель физических лиц или бывший работодатель менее двух лет назад. Обращаю ваше внимание на важность этого пункта, потому что многие работодатели идут на сокращение штатов преднамеренно в некоторых ситуациях и заключаются с вами бывшими работниками договора гражданскоправового характера, либо с бывшими работниками, либо с которыми были менее двух лет назад работники, чтобы с ними заключить договор гражданскоправового характера. Этого допускать нельзя, потому что в ФНС России разработан алгоритм, в соответствии с которым вот такие вот договора гражданскоправового характера отслеживаются, исходя из данных, которые передаются плательщиками НПД через мобильное приложение Мой налог и соответственно все доходы, которые будут получать, получают вот эти вот самозанятые граждане, которые заключают договора с своими бывшими работодателями, которые не менее двух лет назад, они будут являться также объектом налогообложения страховыми взносами, с них будет удерживаться и НДФЛ, а работодатели при этом не могут взять в расходы те вознаграждения, которые они воплачивают под таким договором гражданскоправового характера. Вот это очень серьезный пункт и в принципе алгоритм ФНС уже разработан, как вот эти все случаи выявляются. Ставка налога, как я уже говорил, 4% это доход, когда получается от физического лица и 6% когда доход получен от юридического лица. Ставку налога включены в фонд медицинского страхования, то есть уже люди застрахованы, которые работают на этом специальном налоговом режиме. Итак, как это работает? Через мобильное приложение «Мой налог» формируется чек. В чек формируется у нас момент получения наличных денежных средств, когда идет с условиями сделки предусмотрена уплата за наличный расчет. Деньги получили и в этот же момент идет формирование чека. Этот чек должен быть передан заказчику-покупателю товаров, работ, услуг. И, соответственно, этот чек формируется в мобильном приложении «Мой налог» и автоматически передается в федеральную налоговую службу. То есть идет на основании вот этого сформированного чека, идет автоматический расчет налога. Напоминание идет о сроке уплаты и автоматическую уплату с карты уже, когда, конечно, это есть желание самозанятого, и идет привязка вашей карты к вашему мобильному приложению «Мой налог». То есть задача самозанятого сводится к тому, чтобы сформировать чек в момент получения дохода, этот передать чек, этот заказчику в электронном или бумажном виде. Соответственно, вот этот чек, как я уже повторяюсь, передается в федеральную налоговую службу, и идет автоматический расчет налога, который... Напоминание о сроке уплаты налога у нас в федеральной налоговой службе через мобильное приложение «Мой налог» осуществляет до 12-го числа, а уплата производит до 25-го числа, до 25-го числа месяца, следующим за месяцем оказание услуг, выполнение работ. Вот по такой схеме, вы видите на экране, добавление новой продажи в приложение, указывается наименование товара или услуги, вводится ее стоимость, указывается ННН, если услуга оказана для юридических лиц, для физических лиц это не обязательно, формируется чек и обязательно передается этот чек клиенту. Это обязательное условие, потому что в случае непередачи клиенту у вас могут быть проблемы, могут в любой момент об этом сообщить. И вообще это просто предполагает как бы добропорядочность отношений между самозанятым гражданином и государством. И передается чек, и на основании этого чека формируется доход. И, соответственно, исходя из этого дохода, формируется налогооблагаемый баз по НПД, идет начисление налога, то есть в автоматическом режиме. Самому замозанятому считать ничего не нужно. Передается сведения о доходах по общему правилу в момент получения. Исключение у нас составляет, когда осуществление деятельности через посредника или получение денежных средств в безналичном порядке. Когда идет в этих ситуациях, чек можно передать до 9 числа следующего месяца. Расходы никакие не учитываются при определении налогооблагаемой базы по НПД. Но при этом, как я уже с вами говорил, у нас новые понятия появилось. Бонус, налоговый капитал, то есть не учитываются расходы в пределах налогового вычета либо бонуса в размере 10 тысяч рублей. Бонус уменьшает налогу платить. Налог уменьшается на 1% от дохода при получении дохода от физических лиц и на 2% от юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей. И постепенно расходы до полного использования. Бонус предоставляется единожды и после полного использования. Налог рассчитывается без бонуса. Налог, вот этот вычет предоставляется в автоматическом режиме без заявлений и специальных расчетов. Вот на экране вы видите пример. Вот это в расчета. К тому же, кто зарегистрировался 1 января 2020 года в качестве платежика НПД, все мы с вами знаем, что у нас предоставляется дополнительный бонус как мера государственной поддержки при пандемии. Она у нас сумма составляет в размерах, минимального размера оплаты труда 12 130 рублей. Предоставляется она всем тоже без всяких заявлений на погашение налогов в течение 2020 года или на погашение недоимки, если таковая у вас имеется. У вас это имеется у платежика НПД. То есть пока у нас недоимка не погасится, вот этот бонус размер 12 130 рублей не идет на погашение налогов. То есть сначала недоимка, потом налоги. Вот этот бонус у нас предоставляет исключительно 2020 год. Остаток не переносится на 2021 год. Но если вдруг у вас остался остаток невыбранный по налоговому вычету, то вот этот налоговый вычет, он у нас идет переходящим остатком по состоянию на 1 января 2021 года. А вот еще раз обращаю ваше внимание, что 12 130 рублей, оно у нас на 2021 год не переносится. Это исключительно погашение ваших расходов на уплату налоговой, еще раз, при наличии недоимки именно за 2020 год. Кроме того, кто у нас был в эксперименте в 2019 году, у нас тоже где-то около за 30 тысяч у нас был плательщиков, которые зарегистрированы по каким-либо основам на территории Самарской области, осуществляли свою деятельность на территории вот этих четырех регионов, включенных в эксперимент, еще раз, в Татаре, либо в Москва, Московская область, либо в Калужской области, они тоже в автоматическом режиме получали возврат уплаченного налога на профессиональный доход за 2019 год, без всяких каких-либо заявлений со стороны плательщика НПД. Если вдруг плательщик НПД снялся с учета по каким-либо причинам, то, но не выбрал при этом налоговый бонус свой, налоговый вычет в остатке от 10 тысяч рублей, то когда он в следующий раз надумает, к примеру, или уже в следующий раз встал на учет или планирует встать на учет, то этот вот налоговый вычет у него как бы возобновляется, он никуда не пропадает, и вновь до полного предоставления он будет уменьшать сумму налога до полного его погашения. Итак, мы уже с вами говорили, что уплачивать НПД необходимо ежемесячно до 25 числа следующего месяца. До 12 числа налогов ФНС России автоматически уведомляет о сумме начисленного налога. Уплатить можно автоматически, привязав данные банковской карточки к мобильному приложению, либо оплатить можно самостоятельно банковской карточкой через мобильное приложение, распечатав квитанцию с ОР-кодом. То есть очень удобно все. Мобильное приложение «Мой налог» по основному, конечно, рассчитан на категорию населения от 18 до 35 лет, но многие пенсионеры тоже переходят на уплату НПД, занимаясь своим любимым делом или как бы иметь какие-то дополнительные доходы на проживание. Поэтому у всех, естественно, вопрос, а как же быть с пенсией? Обязанности по уплате страхового взносов пенсионных фонд у нас нет, чем еще хорош, особенно для ИП, которая сохраняет свой статус, еще раз повторюсь, но не осуществляет при этом никакого вида деятельности. У них сохранялась обязанность по уплате страховых взносов, в частности, в пенсионный фонд. При регистрации в качестве платежика НПД обязанности по уплате страховых взносов у нас нет. То есть все это можно сохранить, но в добровольном порядке. Уплату страховых взносов можно осуществить, уплату страхового взносов как в пенсионный фонд, так и в ФСС, но при этом обязанность отсутствует. И когда у нас пенсионер регистрируется в качестве платежика НПД, индексация пенсию не сохраняется, при этом очень важно, но время работы в страховом стаже не учитывается. Вот и страховой взнос, еще раз повторюсь, можно уплачивать добровольно и как в пенсионный фонд, как в ФСС, поэтому вот достаточно удобно и для пенсионеров в том числе. Итак, как стать платежщиком НПД? Для того, чтобы зарегистрировать в качестве НПД, необходимо подать обязательно заявление о постановке на учет. Через мобильное приложение, во-первых, через мобильное приложение «Мой налог», либо это через личный кабинет. Когда у нас идет регистрация через мобильное приложение «Мой налог», необходимо заполнить заявление в приложении «Мой» в самом приложении, сфотографироваться, там же в приложении «Мой налог» и скан копии паспорта. При этом, когда идет регистрация в качестве платежика НПД через личный кабинет физического лица или индивидуального предпринимателя, нужен пароль от личного кабинета. Фото и копии паспорта не нужны. Можно через веб-кабинет, плательщик НПД на сайте ФНС России, а также можно через уполномоченные банки. То есть в мобильном приложении «Мой налог» все вот эти вот уполномоченные банки или на сайте ФНС России, они у нас указаны. Поэтому выбираете любой банк, который уполномочен быть в качестве уполномоченного банка при регистрации НПД, и можно через банк. И, соответственно, через банк же уплачивает все эти налоги. То есть выбирается регион, и, соответственно, получаем уведомление налогового органа о постановке на учет. Все достаточно просто. Снятие учета, как и постановка на налоговый учет, осуществлять тоже легко и просто. В том же мобильном приложении «Мой налог» в любое время. Вновь зарегистрироваться можно в любое время, не указаны, запретов никаких нет. При условии отсутствия недоимки по налогам, пеним, штрафам по НПД. То есть если вы снились с учетом, имея вот недоимку по налогам, пеним и штрафам, то до полного погашения недоимки по налогам, пеним, штрафам вы уже не сможете вновь зарегистрироваться в качестве платежика НПД. То есть сначала нужно все погасить. При утрате права на применение НПД можно перейти на любой другой специальный налоговый режим в течение 20 дней. То есть когда вы сохранили статус ИП, то здесь достаточно просто. Вы переходите в течение 20 дней в качестве ИП, можно выбрать любой специальный налоговый режим, действующий на данные МАЗ-2001 года, например. Это и упрощенная система налогообложения, и патентная система налогообложения. Если же вы являетесь физическим лицом, то вы можете в течение этих 20 дней зарегистрироваться в качестве ИП и соответственно подать заявление. Вот тоже 20 дней дано в качестве заявления на право применения, как но зарегистрировано, право применения этих специальных налоговых режимов. Упрощенная система налогообложения, либо патентная система налогообложения. При добровольном отказе от применения НПД уплата налогов соответствует общим режимам налогообложения, переход на спецрежим в общем порядке с начала календарного года, когда у нас идет добровольный отказ. А когда у нас утрата права, утрата права у нас, когда отсутствует соответствие ограничениям, предусмотренным в статье 4, либо в статье 6 федерального закона, это когда вы превысили, допустим, выручку, когда у вас появились наемные работники, когда у вас доходы не являются объектом налогообложения в соответствии с пунктом 2 статьи 6 закона 422 ФЗ. Ну, возможности приложения мы с вами уже знаем, да, разбирались, это какие регистрации снятия с учета в качестве платежика НПД, это формирование чеков и отправка их контрагентам, поэтому у нас отсутствует обязанность по применению контрольно-кассовой техники, контроль за операциями, доходами, получение информации о начтении налоги, сроке уплаты, уплата налога в автоматическом режиме, получение справки о регистрации в качестве платежика НПД, чтобы свой статус подтвердить и для получения кредита в банке, и для заключения какого-то важного для вас договора гражданского правового характера с заказчиком, с нердическим лицом, либо с индивидуальным предпринимателем, это все возможности приложения Мой налог, все можно делать в приложении Мой налог. Ну какие здесь вот могут быть возникают вопросы, вопросов достаточно много, несмотря на простоту исчислений, в принципе вопросов достаточно много задают. Можно ли работать по трудовому договору, одновременно уплачивать НПД с доходов, не связанных с трудовой деятельностью? Да, у нас не запрещено. Самое главное, что заходы, которые получаете в рамках трудовой деятельности, они у нас не являются объектом налогообложения НПД, не подпадают под уплату НПД, а совмещать можно, можно за исключением государственных, муниципальных служащих, которые могут применять НПД только в отношении доходов, полученных от, значит, в аренду жилого помещения. Можно ли получить налоговый вычет по расходам на обучение, лечение, приобретение жилья? Нет, нельзя, потому что у нас налоговый вычет по расходам на обучение, лечение, приобретение жилья у нас предусмотрен главой 23, это налог на доход до физических лиц, а у нас при уплате НПД НТФЛ не уплачивается. Будут ли облагаться НПД денежные средства, перечислены на банковские счета, которые не связаны с оплатой реализованных товаров, работ, услуг? Нет, не являются. Мы при регистрации, хоть вида деятельности не указывается, это добровольно характер носит, но все равно, когда у нас объект налогообложения является именно получением доходов от реализации товаров, работ, услуг, по деятельности, в отношении которой мы применяем НПД. То есть уже получается любой предпринимательской деятельности, которую мы облагаем НПД. Поэтому, если мы получаем денежные средства, не связанные с оплатой реализованных товаров, работ, услуг, это не является объектом НПД, то есть налогом на профессиональный доход, такие средства не облагаются. То есть мы здесь уже, имейте, пожалуйста, в виду, если нужно, увидите какой-то раздельный учет такой приемлемый. То есть это у нас, чтобы в любой момент мы можем, ну, не облагаются они у нас. Можно, наверное, если у вас это будет какой-то возврат долга, но все равно нужно быть аккуратнее в этом смысле, чтобы у нас всегда было пояснение, в связи с чем мы это не облагаем. Если повстает на учет в качестве плательщика НПД, будут ли уплачивать страховые износы? Это у нас предусмотрено в пункте 11 статьи 2 Федерального закона 422 в соответствии с этой нормой. Четко, ясно прописано, что отсутствует обязанность по уплате страховых износов индивидуальным предпринимателям, которые не является, не нанимают наемных работников, не производят выплаты в адрес наемных работников. У нас, в принципе, с наемными работниками вообще нельзя применять НПД. Поэтому, если ИП встает на учет в качестве плательщика НПД, то обязанность по уплате страховых износов отсутствует, то есть не является плательщиками. И когда только переходит снова на специальные налоговые режимы, здесь с этого момента у нас уже у индивидуальных предпринимателей возникает обязанность по уплате страховых износов именно с момента перехода после НПД на иные специальные налоговые режимы. Можно ли самозанятому осуществлять деятельность в арендованном помещении? Да, конечно, не возбраняется. Можно и в арендованном помещении осуществлять деятельность. Если пенсионер зарегистрируется в качестве плательщика НПД, будет ли он получать компенсацию? То есть речь идет, наверное, все-таки о индексации пенсии. Индексация пенсии сохраняется, потому что стаж у нас не засчитывается, не включается страховой стаж. Поэтому пенсионер, занимаясь своим любимым делом, облакаемым НПД, продолжает получать пенсию, она индексируется. Есть ли разница, как самозанятый получает оплату за услуги наличным, безналичным способом? Разницы нет. Самозанятый может получить оплату за услуги как за наличные расчеты, сразу в этот момент, в момент получения наличных денежных средств он должен сформировать чек и передать, соответственно, в ФНС и передать покупателю, заказчику товаров, работ, услуг. Если это безналичный путь, безналичный способ получения, то до 9 числа. Если я зарегистрировался в качестве самозанятого, не получаю доход, буду ли я платить налог? Нет, не будете. У нас, еще раз обращаю ваше внимание, что доход, налогооблагаемая база является, доход получен от реализации товаров, работ, услуг, в отношении которых самозанятый зарегистрировался в качестве плательщика НПД. Поэтому, если он не будет получать доход, то, соответственно, он не будет уплачивать НПД. Можно ли самозанятым выдавать счета фактуры юридическим лицам? Нет, нельзя, потому что в главе 21-й налог на добавленную стоимость определено, что плательщиками налога на добавленную стоимость являются индивидуальные предприниматели или юридический лиц, или организация. Поэтому выдавать счета фактуры юридическим лицам не положено, нельзя. Ну, в принципе, вот у меня все. Не знаю, как вопросы будем задавать. Нина Васильевна, был вопрос как раз пересылать ссылку на чек в смс. Является ли передачей, или это нужно как-то подтверждать дополнительно? С кем он заключил договор? С юридическим лицом или с физическим лицом? Трудно сказать. Это вот один из слушателей. Коллеги, допустим, это было физическое лицо. Если это, допустим, было физическое лицо. Физическое лицо, ну, если в договоре, допустим, предусмотрено, вот такой вариант, потому что, когда идет речь заключения договора плательщика НПД с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, то здесь обязательно для подтверждения расходов необходимо наличие чека. То есть наличие чека обязательно для подтверждения расходов. И поэтому его нужно, в противном случае, расходы просто не признать в целях налогообложения юридического лица индивидуального предпринимателя. У физического лица, если, к примеру, есть обоюдное согласие, сейчас, одна секундочку, подождите, пожалуйста, сгульно-ареной советую. Если, к примеру, у них есть возможность, вернее, есть обоюдное согласие, что у них достаточно, у физического лица нужно подтверждать свои расходы. Для чего он может быть вот эти расходы взять? Ну, честно говоря, пока затрудняюсь по СМС. Никогда у нас не было таких вот, у вас, такого вопроса. Давайте я посмотрю, можете оставить свои реки, у Валик Николаевич, возьмите реквизит, я посмотрю, и как бы я вам перезвоню. Соглашением сторон предусмотрен, вот такой способ подтверждения расходов, вполне допустим, запускается. Именно для физических лиц, для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей это неприемлемо. Там наличие чека обязательств, в противном случае, вот этот расход, который по договору с самозанятым гражданином, он у нас не будет подтвержден в целях налогообложения, при применении либо общего режима для организации ИП, либо для при применении специальных налоговых режимов. Ну и СМС. Следующий вопрос, вот самозанятым можно быть, если он продает то, что сам изготовляет, а если он изготовляет и продает из купленных товаров, как, например, букеты из сухофруктов или какие-либо наборы. Понятно, понятно. Ну, когда идет видоизменение продукции, это однозначно, это уже как бы общепит идет, как у нас по общим правилам. То есть он закупает, допустим, фрукты, овощи, да, делает уже какие-то букеты, то есть идет дополнительное вложение, идет видоизменение продукции. В этой ситуации можно применять НПД, когда идет именно вот видоизменение вот этой продукции. Применять НПД можно. Давайте вопросики еще. Другой задавайте. Хорошо. И вроде бы вы как раз про это разговаривали. И еще один вопрос на этот раз из Фейсбука. Вы вроде бы про это рассказывали, но хотелось бы окончательно про это проговорить. Так, какой-то яхо у нас раздается. Посмотрите, у кого включен лишний звук, выключите, пожалуйста. Вопрос, собственно, такой. Может ли самозанятый одновременно со своим статусом самозанятости работать по трудовому договору у другого работодателя? У другого работодателя он может работать. У нас не запрещено совмещать трудовую деятельность, если они, конечно, не относятся к муниципальной государственной службе, и применять НПД в отношении доходов, которые получает он, допустим, не в рамках трудовых соглашений, а какие-то, ну, печет торт, допустим, какой-то другой вид деятельности. В этой ситуации у нас не запрещает закон законодательства, совмещать трудовую деятельность и облагать какие-то дополнительные свои доходы налогом на профессиональный доход. Можно. Я не слышу вопроса. Вы мне говорите, да? Олег Николаевич, озвучите, пожалуйста, я не слышу вопроса. Это идет какое-то эхо. Если физлицо произвело оплату на карту, можно ли выдать чек до 9 числа по принципу так же, как это применимо для юрлиц? Нет, нельзя, потому что у нас электронный способ, сейчас прям, одну секундочку, наличный, вот электронный способ оплаты, да, на карту, приравнивается к наличным платежам. Сейчас, минутечку, одну секунду. Нет, нельзя, потому что у нас электронный способ вот видите, пункт 3, статьи 14, пункт 3, статьи 14. Чек должен быть сформирован налогоплательщикам, передан покупателю, заказчику в момент расчета наличными денежными средствами и или с использованием электронных средств платежа. Поэтому настолько безналичные платежи, то есть, привычный для нас понимание, платежными поручениями, можно до 9 числа. При иных формах денежных расчет в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан покупать не позднее 9 числа месяца. То есть, если мы используем электронные средства платежа, это приравнивано к наличному расчету и, соответственно, чек нужно сформировать в момент получения денежных средств или сразу, как только появится возможность. Вот такая оговорочка есть в разъяснении. Если платеж прошел через страницу сайта. Через страницу сайта? Тоже под посредством электронной карты? Да. Ну, я считаю, что в тот же момент или сразу, как только появится возможность. Не через… Нет, не до 9 числа. Через страницу сайта? Тоже под посредством электронной карты. Причем в этот же день? Ну, сразу можно сформировать чек в этот же день. Там тоже появится возможность. И через месяц нет и тебя на 9 числа. Потому что в момент расчета наличными средствами или использованием электронных средств платежа. Хорошо, спасибо. Коллеги, есть ли еще какие-либо вопросы к нашему спикеру? Видимо, вопросы. По поводу СМС. Все-таки вот требования, вот читаю статью 14, все-таки требования, речь идет о чеке. Чек должен быть сформирован и передан заказчику. Речь все-таки о чеке. Я не знаю, каким образом там у них есть договоренность, но чек может быть передан покупателю в электронной форме или на бумажном носителе. В электронной форме чек может быть по поводу СМС. Все-таки я рассуждаю. В электронной форме чек может быть передан следующими способами. Чек путем направления чека покупателя на абонентский номер или адрес электронной почты. То есть чек фотографируется, наверное, все-таки, формируется, либо, ну, если на бумажном носителе передается через мессенджеры какие-то путем обеспечения покупателей в возможности в момент формирования чек вместе, правда, считать с компьютерным устройством. То есть чеки должны быть указаны наименование. То есть все-таки закон федеральный 422 ФЗ не содержит положение, которое допускает передачи не чека, а именно вот подтверждение СМС. Я правильно понимаю? То есть он фотографирует, вот этот чек передается через СМС. Вот это другое дело. Или просто деньги получены, все, вот как это вот вы говорите через СМС. Олег Николаевич, слышите меня? Да, да, я слышу, я просто смотрю комментарии. Там в самом кабинете ссылка формируется, при переходе по ссылке открывается чек. А, открывается все-таки чек? Ну, такое возможно. Это, конечно, можно. То есть наличие чека обязательно в любом случае. Не допускаете там подтверждение, что да, я в деньги получил. Такого не может быть. Чек обязательно должен сформирован и был быть передан. Потому что этот чек формируется, передается в СМС России. Параллельно передать его покупателю. Чеки должны быть указаны все реквизиты. Они поименованы на спункте 6, в пункте 6 статье 14. Поэтому наличие чека обязательно в любом случае. Если он будет потом в последствии открываться, то это, конечно, допустимо. Хорошо. Коллеги, есть ли еще какие-либо вопросы? И вопросов, видимо, пока больше нет. Если что-либо еще будет, мы тогда свяжемся. Так. И по вопросу Алексея. Алексей, получается, мы на ваш вопрос тоже ответили, да? Алексей Макеев. Ну, будем надеяться, что да. Нина Васильевна, спасибо вам за большое подробное выступление. Будем ждать вас на наш следующий вебинар 16-го числа. А тематика такая же будет? Да, да, да. Просто друг другу. Контингент поменяется, да? Да, да. Просто друг другу. Хорошо. А мы будем передавать слово нашему следующему спикеру, представителю компании С4 С4 консалтинг, который является одновременно с этим генеральным директором этой компании Айгуль Шадрина. Айгуль, с нами ли вы, готовы ли выйти в эфир? Да, добрый день, коллеги, с вами. Меня слышно, все хорошо, правильно? Добрый день, все отлично слышно, видно. У нас Айгуль сегодня выступает как раз на тему работы самозанятых с юридическими лицами и различных нюансов по государственной по законодательству, поэтому мы будем задавать еще и дополнительные вопросы и передаем слово Айгуль. Погнали. Добрый день, меня зовут Айгуль Шадрина, я являюсь руководителем компании С4 консалтинг, мы сопровождаем компании, которые работают в том числе в сфере маркетинга и диджитал по налогам и в целом по бухгалтерии. Соответственно, с 2019 года имеем активную практику работы с самозанятыми, потому что это сейчас очень, так сказать, в тренде, актуально, и все боли, которые есть как на стороне исполнителей самозанятых, так и на стороне заказчиков юрлиц, мы на себе ощущаем каждый день. Мы все понимаем, что самозанятые это такой некий сленг, более корректное название, это платильщик налога на профессиональный доход. именно в рамках 422 ФЗ, собственно говоря, корректно называть именно так. Нина Васильевна в принципе уже, скажем так, осветила большую часть материала, вот, и я где-то, возможно, буду сокращать свой материал, чтобы акцентировать моменты, которые для вас будут актуальны. Если в процессе будут вопросы, то можно задавать, только когда, попрошу тогда только Олега прервать, потому что чат я в моменте не увижу. У меня порядка 10 пунктов, которые необходимо осветить, вот, и, соответственно, после этого также будет один документ, который вышлем в качестве бонуса, вот, надеюсь, он вам будет очень актуален в работе с заказчиками. Вот, значит, все мы знаем, что эксперимент удался, удался успешно, это прекрасная возможность выйти из тени, переводить не только с карты на карту, скажем так, переводить не таким старым механизмом, а именно в рамках нового легального способа. Все мы знаем, что с 1 июня этого года все банки, скажем, совместно с ПНС мониторят все переводы на физлица, то есть мы, отправляя с юрлиц и ИП, всегда проставляем код, поэтому любой платеж, который поступает вам на карту, он имеет код, если кода нет, это вызовет определенные вопросы, откуда у вас появился этот доход, почему вы с него не воплотили, поэтому если еще вышли из тени, не объявились, то очень рекомендую это сделать. Самарская область у нас присоединена с января этого года, и в принципе все регионы, остальные тоже потихонечку все присоединяются. По лимитам всем все понятно, что 2,4 миллиона в год, ставка 4,6, соответственно, если вы работаете с ИП либо юрлицами, то вас касается именно эти 6%, что касается дохода 2,4 миллиона в год, то мы берем за весь период, то есть вы можете как в целом за один день там оказать эту услугу, например, либо сделать сайт очень хороший, продуктивный, то есть не обязательно говорить, что это там примерно 200 тысяч в месяц, это в целом сумма сделки, и мы берем весь календарный период, это один год. Вы можете поработать там с одним заказчиком, но мы это не рекомендуем, но тем не менее, если у вас была одна сделка, то максимальная сумма такая. Из чего надо исходить? Чтобы стать самозанятым, надо ли жить в определенном регионе? Мы всегда исходим из места реализации услуги, то есть где фактически у нас находится покупатель, оттуда мы и исходим. Здесь приведен пример с квартирой, которая находится в Ивановской области, вы территориально проживаете, точнее, вы живете в одном регионе и там сдаете квартиру в другом. Всегда мы исходим от того, где оказываются услуги. Соответственно, там и можно применять самозанятость. Соответственно, если вы находитесь в Самаре и, скажем так, оказываете услуги для московских рекламных агентств, то да, вы можете в том числе в 19-м применять самозанятость и платить 6% при работе с юрлицами. Вот, то есть, даже если вы меняете свою локацию, переезжаете в какие-то другие города, что сейчас очень в тренде и никто не привязан к месту, то важно исходить от места оказания услуги. Соответственно, у нас есть основной закон, которым мы руководствуемся. Если вы станете самозанятым, крайне рекомендую изучить 422-й. Он несложный, он написан, скажем так, так, чтобы именно физики максимально понимали его, и плюс есть максимальное освещение на самом сайте npd.nalog.ru. С точки зрения юзабилити, преподнесения информации, максимальная доходчивость, это на самом деле супер очень полезный, так сказать, контент, потому что все мы видим, как за это время развивается налоговая. Она использует подход именно пользовательский, где любая информация, скажем так, она максимально ориентирована для конечного пользователя. Соответственно, это позволяет и корректно платить, и меньше путаться, но, скажем так, вы открываете через 422-й, открывается вот этот сайт, и вот, в принципе, вот все, что нужно, здесь максимально прописано, и информация очень доступная, вот крайне рекомендую самостоятельно в том числе изучить. Ранее, собственно, Нинвативина также максимально осветила вот все тонкости, которые встречаются. Плюс, соответственно, в разы больше, можете работать с кем угодно, как угодно, скажем, все максимально просто, ничего сдавать не надо, заплатили, поехали, то есть у вас такая история, скажем, точки зрения именно налога очень правильная. Вот, ограничения, да, присутствуют, да, есть запретные виды, на них сильно останавливаться не буду, вот, что касается именно, скажем, плюсов того, что обязательно, скажем, надо все-таки выходить из тени, по себе мы заметили такие запросы, как, например, вы приобрели автомобиль на 6 миллионов, а у вас по доходам всего там миллион рублей, соответственно, в том числе у налогового возникает вопрос, откуда взялись оставшиеся 5, чтобы в дальнейшем там вам такие вопросы в том числе не задавали, если вы выходите из тени, соответственно, у вас уже есть некий трекинг, уже есть понимание, откуда появлялись доходы, они, соответственно, фиксируются, в том числе в вашей истории в приложении, и такие вопросы, они исчезают, вы находитесь в абсолютно легальном поле, и это максимально комфортно в работе. По запретам, соответственно, их порядка 15 пунктов, важно отмечу, скажем, что может быть именно в деятельности маркетологов, это, например, агентские договоры, когда, например, с Яндексом либо с другими подобными сервисами, где идет, так сказать, перепродажа именно расходов на рекламу, вот, так вы не сможете работать, то есть, если вы, предположим, являетесь тем, кто настраивает контекстную либо рекламу в соцсетях, соответственно, вот такие договоры с Яндексом вы, к сожалению, не сможете заключать. Вот, здесь только именно обычные услуги, там, заказ сайта, там, копирайтинг, настройка каких-то личных кабинетов, вот, чаще всего рекламу оплачивает сам заказчик, вот, с Фейсбуком, в принципе, это тоже с 2019 года весьма просто происходит, вот, то есть, в эту историю именно агентского договора я не рекомендую идти, точнее, в целом нельзя подобное, скажем так, применять, то есть, это у нас обычный договор оказания услуг, дальше рекламный, мы детализируем там, что именно вы делаете. Кто может, то не может, соответственно, большой упор тех, на вот, изготовление товаров, товаров именно чужими усилиями, там, маркировка, прослеживание с товара, который также там, 21 года активно внедряется, это все нельзя, ну, соответственно, вот, если мы делаем упор на нашу аудиторию целевую, это маркетологи и другие служители рекламы, соответственно, да, они могут. Вот, по иностранцам, скорее, это не очень актуально для этой аудитории, но вот с точки зрения заказчика могу сказать, что если я как ООО либо ИП заключаю договор с самозанятым иностранцем, я обязательно в течение трех рабочих дней должна уведомить МВД о заключении либо расторжении этого договора. Это крайне важно, то есть, если вдруг там произошла ситуация, когда у нас гражданин Беларуси стал самозанятым, то вот для заказчика это такое, ну, дополнительное действие, цена вопроса в случае неуведомления для заказчика это, например, в Москве один миллион рублей, то есть, существенно. Вот, поэтому, скажем так, в том числе иностранцев заключать с ними договоры не все любят, но это можно делать, надо просто всегда соблюдать сроки и корректно готовить документы. Вот, на чем я остановлю больше сегодня внимания, это документы. так как вы являетесь самозанятым, крайне важно, соответственно, корректно готовить договоры, счета, акты, по итогам сотрудничества выбивать онлайн-чеки, это, скажем так, очень важный момент, потому что от этого, в том числе, зависит оплата ваших услуг, какими бы ни были договоренности там в фейсбуках либо в других там каналах, где вы договорились с клиентами, понятийно, не понятийно, но все-таки юридическое поле это более корректное поле, где вы точно будете уверены, что ваши услуги будут оплачены. Соответственно, вы заключаете стандартный договор оказания услуг, где вы приписываете, что вы физическое лицо, Иванов Иван Иванович, плательщик налога на профессиональный доход, вот, и далее уже обговариваете все условия. Вот, соответственно, если предоплата, постоплата, это все вы фиксируете, сразу могу сказать, что вот с точки зрения заказчика наличие такого договора всегда, скажем, такой момент рисков, то есть если вдруг заказчик не заплатит, он всегда боится судов, исполнительных листов, поэтому это уже там вас, в принципе, на правильный уровень выдвигает и, скажем, это в том числе ваша репутация. Вот, это гарантия того, что вам заказчик точно оплатит. Вот, всего четыре типа документов, соответственно, первый и второй можно совмещать, договор счет есть такой, мы его вам вышли в качестве бонуса, потому что он очень удобный, не надо плодить большое количество документов, вот, можно просто работать вот именно в рамках такого формата. Вот, по итогам оказания услуги, акты, да, обязательно, онлайн чеки, да, обязательно. В нашем случае это чаще всего ИП, либо юридические лица, соответственно, им пробиваете чеки до 9 числа месяца следующего за отчет. То есть, за ноябрь вы пробили до 9 декабря, отправили заказчиком, заказчик доволен. Вот, почему крайне важно корректно готовить эти документы? У заказчика всегда есть риск переквалификации ваших взаимоотношений в рамках гражданского правового договора в трудовые. То есть, любой заказчик, связываясь, так сказать, с самозанятым либо другим ИП, всегда думает, а что, если ко мне придут и спросят, и скажут, что это были не взаимоотношения именно в рамках гражданского кодекса, а именно это был сотрудник, там, штатный, нештатный, но он выполнял именно трудовую функцию. Основные признаки это, кстати, график работы и даты выплаты. То есть, график, например, 5, 29 до 6, стандартное время работы и, соответственно, выплаты зарплаты в рамках, если брать трудового кодекса, то это 15-е и там, ну, 15 дней между авансом и зарплатой. Это могут быть как 15-е, 30-е число, так и 25-е, 10-е числа. Вот. Соответственно, в рамках того, чтобы не было переквалификации и такие риски на вашего заказчика не падали, вот важно очень готовить эти документы корректно. в связи с тем, что нет пока судебной практики по самозанятым, все работают с 2019 года по там, наитию, так сказать, было только одно письмо Минфина о том, что, возможно, будут начисления, начисления будут не у самозанятых, соответственно, они как 6% заплатили, либо 4, так эти суммы останутся, а именно у ваших заказчиков, у ИП, либо у ООШ, то есть, доначислят сверху страховые взносы, НДФЛ, с 2020 года за уплату НДФЛ отвечает именно налоговый агент, то есть, юрлицо, которое заплатило до 2020, скажем, эта обязанность была на физическом лице. Соответственно, здесь крайне важно вот проговорить именно сроки оказания услуги, то есть, график, если он у вас какой-то есть, если вы настраиваете ту же рекламу, там, в какое время вы доступны, в какое время недоступны, и вот даты выплаты. Важно здесь, там, на каждую услугу делать отдельный договор, вот, либо подписывать отдельные приложения и максимально детализированно показывать, что у вас именно сделка, что вы ориентированы на результат, не на процесс, что вы по итогам вашего сотрудничества отдаете лендинг в таком-то виде, он будет так-то выглядеть. Вот, сейчас, в принципе, среди налоговых юристов есть такая практика по защитным файлам, когда в рамках, скажем, того, там, переквалификации тех или иных взаимоотношений часто ведутся, скажем, такие файлы, в которых фиксируется, как вы познакомились с этим исполнителем, почему его выбрали, там, почему дальше продолжили, то есть, это очень, если у вас крупные заказчики будут, то они обязательно будут такие файлы составлять, вот, они будут акцентировать, что у вас есть, например, свой сайт, что у вас либо есть страничка, страничка в соцсетях, где вы и другим подрядчикам предлагаете свои услуги, вот, во всех этих ситуациях вам скорее, чтобы из себя и своего клиента обезопасить, важно избежать ситуации монозаказчика, когда вы на протяжении года работаете только с одним заказчиком, да, он комфортный, да, он хороший, но вот то, что он один, для налоговой может быть, скажем, причиной доначисления вот для вашего заказчика, поэтому здесь очень аккуратно, вот, перед тем, как заключать с вами тот или иной договор, любой заказчик идет вот на сайт, где по вашему ИНН проверяет актуальность вашего статуса, то есть на этапе проверки всем все видно здесь довольно-таки прозрачно, например, что вы с 14 декабря стали самозанятым, соответственно, если клиент планирует там вам воплотить услугу на 100 тысяч рублей, это будет, ну, скажем так, а услуга только начала, вы только заключили договор от 14 числа, тогда это надо прописывать либо как предоплату вот в рамках условий договора, либо как-то попозже, возможно, по тем же условиям договора переводить эту оплату. Вот, это важно, потому что бывает, что вы, как исполнитель, вроде оказываете услугу и, скажем, отодвигаете дату регистрации самозанятого на более поздний срок. Моя рекомендация заключается в том, чтобы вот как только вы стали самозанятым, как только к вам пришел заказчик, вот сразу регаемся, это вот, ну, скажем, никаких от вас усилий не требует, приложение очень удобное, скажем, такое интуитивно понятное, и это там цена вопроса 0 рублей, пока вы не оказали услугу, то есть не пришла сумма, с нее ничего, не надо платить, поэтому, как только вы начали работать с любым заказчиком, моя убедительная просьба сразу же зарегистрироваться, чтобы здесь была наиболее ранняя дата, когда вы работаете как самозанятый, для заказчика это будет большим плюсом. Вот, едем дальше, теперь, что касается подписания документов, все мы знаем, что, скажем, есть любимая нами почта Россия, которая не очень приятна, но тем не менее нам обязательно нашим заказчикам, в том числе, чтобы они оплатили наши услуги, надо подписать договор, и подписать его не сканами, вот скажем так, а вот только если вы там себя супер продуманную не сделаете, в которой заказчик соглашается, тогда еще, скажем так, можно согласиться, но во всех остальных случаях, когда тот же акт выполненных работ надо подписывать, вопрос, через что это делать. В принципе, с 2020 года появилось большое количество сервисов, платформ для работы, вот одна из таких платформ, например, которую мы у себя используем, это консоль про, вот здесь есть личный кабинет, как для заказчика, так и для исполнителя, плюс какое, что в принципе это сторонний сервис, где подписание документов происходит через простую электронную подпись, то есть через смс, вот вам не надо, скажем, с бумагами бегать из пункта в пункт ВСБ, вот, либо там, скажем, здесь все собрано в одном пинте, как заказчик у себя из личного кабинета выкачивает необходимые документы, так и вы забираете все, что нужно, зашли, вспомнили, это удобно. За этот сервис сейчас, насколько я знаю, плата взимается только с заказчика, то есть для вас это в принципе бесплатно абсолютно, если вы так договариваете со своим заказчиком, поэтому важно, чтобы ваши заказчики были в этой системе, они за вас платят порядка 500 рублей в месяц. Вот, может быть, есть другие сервисы, но этот, скажем, такой весьма комфортный и использование простой электронной подписи тоже, скажем так, очень актуально и по сей день. Далее, акцентирую вот счет оферты, вот тот самый договор, здесь вы просто подписываете, что и, скажем, как это нужно, этот документ я направлю Олегу, вот, соответственно, вы можете под себя его адаптировать, лучше всегда иметь хоть какой-то договор, чем его вообще не иметь, потому что это все-таки безопасность того, что вы после оказания услуги ваши договоренности будут достигнуты, и вы получите свою оплату, потому что заказчики разные бывают, предоплата всегда вселяет уверенность в том, что все будет хорошо. В работе с крупными они будут обращать особое внимание, естественно, на закрывающие документы, вот, важно их детализировать, вот, в акте, в принципе, вплоть до скринов, как вы там настраивали личные кабинеты, как в итоге были обработаны фотографии, в каком виде вышел там конечный текст, это, в принципе, можно тоже вставлять, скажем, как отчеты о проделанных работах. Вот, поэтому опыт у нас такой, в целом, скажем так, большая часть, они, вот, именно заказчиков боятся именно переквалификации, чтобы это избежать, мы максимально продумываем вот документацию. Вот, кстати, касательно вопроса, если вы не пробили чек, вот, до 9-го числа, пробили его позже, там, либо забыли, да, в рамках 422-го мы обязаны это делать, вот, но если мы этого не сделали, то цена вопроса тысяч рублей в рамках из ЭКО посмотреть, может быть, Нина Васильевна поправит, но вот из того, что мы видели, это вот до тысяч рублей. Сейчас я скажу, могу сказать, что в целом самозанятых не штрафуют, это очень такая максимально френдли зона, банки, ипотеки дают, там, налоговая поддерживает, то есть все, скажем, максимально содействуют тому, чтобы, скажем, это было максимально комфортно, поэтому, если не пробили, можете пробить позже, ну, скажем, когда вспомнится, но обязательно это сделайте, с этой суммы уже уплатите налог, то есть это не критично, умалчивать, скажем так, утаивать не рекомендую, вот, важно показывать, что у вас, ну, вы исправились, и вы, так сказать, на верном пути, вот. Что касается, например, таких площадок, как Диадок, где используются, вот это, я вам показала, вот сервисы, где используется простая электронная подпись, всего, насколько вы, может быть, знаете, не знаете, есть три типа вида подписи, простая электронная, неквалифицированная электронная подпись и квалифицированная электронная подпись, так вот, Диадок, который является, собственно говоря, квалифицированной электронной подписью, он тоже может вам выдать ЦП, вы можете с ним работать, вот, но получение ЦП идет через удостоверяющий центр, там тоже можно все заверять, скажем, вы, как ЭПшки, собственно, сейчас работают, вы тоже можете это делать, но ИП-шки совмещают ТЦП с тем, чтобы в том числе сдавать отчетность. Вам же сдавать отчетность как самозанятым не нужно, поэтому, в принципе, работа на платформе, где все происходит через СМС, скорее комфортно. В судах есть неоднозначная практика, сразу скажу, то есть именно вот с такой подписью возможно будут вопросы, если сквалифицированной электронной подписью, там четко удостоверяется, что Иван Иванов пришел и лично получил ТЦП с таким-то номером и оно с таким-то кодом, там с шифрованием, соответственно, никто ее подделать не может, и все идеально. В случае простой электронной подписи, скажем, этот риск всегда остается, например, работая с теми же госуслугами, либо идентификация в банке, например, она, конечно, двухфакторная, но вот когда мы подписываем платежи, там тоже всегда есть вопрос, а кто именно получил финальный СМС и кто ее как использовал. Ну вот скажу, что все-таки процедура прощается, вот, поэтому это удобно. Так, тогда по моей части я, наверное, большую, скажем, большую часть материала изложила, вот, вот этот документ я направлю Олегу, и он, соответственно, разошлет вам, чтобы это было полезно. есть ли вопросы, я могу на них ответить. Да, дорогие участники, есть ли дополнительные вопросы к Айгуль? А вот сейчас я только пойму, с какого начать. Так. спасибо, Владимир, я думаю, Нине Васильевне досталась большая часть, там больше матери, скажем, мат-часть была изложена, вот. Либо подустали уже. Хорошо, пока участники готовят свои... А, вот, как раз вопрос появился. Нет, а что значит акцептом? Акцептом является оплата, то есть как раз-таки вы у себя опубликовали, ну, у вас есть вот этот публичный договор, клиент подтверждает, оплачивая, он соглашается, именно производя со своей стороны действия. А чек, это уже ваша обязанность по итогам на условии оферты. Ну, смотрите, у нас же в договоре есть два участника, заказчик-исполнитель. Если вы, как исполнитель, опубликовали у себя этот договор, вот, заказчик должен акцептовать со своей стороны каким-то действием. Он чек выписать не может, соответственно, он акцептует, оплачивая ваши услуги, соответственно, вы просто, как увидели, ваша обязанность по умолчанию это выдача. Вот, поэтому на вопрос Максима будет скорее так корректно ответить. декретными выплатами. Нет, самозанятые пока этого не могут. Вот, соответственно, я думаю, что мы будем ожидать пополнения, скажем, 422 ФСЗ, потому что совершенно недавно была речь о том, что встал острый вопрос касательно пенсии и остальных выплат. соответственно, вот мы будем ожидать самозанятые по части ИП, да, окей, вы можете получать. ИП как работает? У него есть обязательные страховые вносы, соответственно, если он платит чуть больше минималки, откладывает у себя декретные, да, он может рассчитывать на выплаты с ФСС по декретным. Если он в эту копилку ничего не откладывал, соответственно, он на эту сумму рассчитывать и не может. Вот в рамках самозанятого тех 4-6%, что вы платите, декретные не заложены. Это ровно та сумма, которая идет в налоговые, уже как бы таким неким именно вашим налогом на профессиональный доход является. ФСС не смешиваем. Если ответила на вопрос Марии, тогда ок, если нет, тогда поясните. Так, обязательно подписывать акты, если работать через оферту. А вот вы можете, в принципе, акты я крайне рекомендую делать, потому что это результат ваших работ, но вы можете внизу написать, что если заказчик в течение трех дней не окнул, то акт считается подписанным с двух сторон. Да, есть оферты, где вроде по умолчанию все пришли, наладили, ушли, но вот если берем именно нашу сферу деятельности, это маркетинговые услуги, то я в 90% случаев всегда встречала именно акты, вот, тем более дизайн, у вас есть четко ощутимый результат ваших работ, поэтому здесь рекомендую, либо вот должен быть такой максимально хитрый, максимально хитрый оферта, которая может это избежать, но мне кажется, что у вас каждый раз и цена разная, я бы вам рекомендовала все-таки сделать вот отчет, которого вы высылаете и акт, вы можете там даже совсем жестко написать, что если клиент в течение суток не высылал свои какие-либо возражения, то акт считается подписанным, вы знаете, у нас так точка делает, когда там какие-то услуги нас оказывают, они в одномстороннем порядке высылают нам на почту и там даже нет взаимодействия через ЭЦП, вот, ну еще раз повторюсь, здесь важна вся цепочка договор, акт, вот, они должны максимально быть связаны, там, окей, чек из личного кабинета у нас идет, счет он, как бы, такой весьма несложный, но они должны быть такой в единой, скажем, такой модели, чтобы максимально ваши риски учесть, потому что вот в вашей модели есть риск того, что заказчик скажет, а он в итоге ничего мне не сделал и там с вас же может взыскать эту сумму, а эта история вам явно не нужна. Вот, и что с льготами, субсидиями, если ты становишься самозанятым, то лишает право на выплаты на детей, пенсии, по инвалидности, субсидийное жилье и все эти социальные платежи никак не связаны с получением дохода самозанятым. Да, да, есть такой момент, что если вы получаете средства от государства, например, по детям, по инвалидности надо скорее уточнить, проверить, вот, но по детям, да, сталкивались с тем, что если вот мама работающая, ранее получала там по 10 тысяч, которые ранее тоже были в апреле-майе, государство выплачивало, то как только она становится самозанятой, да, она этого лишается, ибо она работает, вот, она уже не, ну, этих плюшек точно может лишиться, вот, по инвалидности, перепроверю, по жилью тоже, вот, тут скорее, я думаю, что в рамках еще 21-го года мы будем наблюдать, все мы понимаем, что закрепили эту новую систему на 10 лет экспериментальную, и вроде как обещали ее не трогать, но, как видим, ее уже дорабатывают в рамках 20-го и 21-го года, поэтому, как говорит, в том числе, Венедиктов, будем наблюдать. По документам вот крайний еще вопрос, что делать, если исполнитель Беларуси компания сообщила сразу договорить, да, прийти позже, и точно как, а если они работают по аферте? По белорусам есть специфика, есть отдельное соглашение между Белоруссией и Россией, так вот, в рамках этого соглашения есть два статуса, есть принимающая сторона и работодатель, когда любой иностранный гражданин пребывает в России, он должен где-то встать, так сказать, на учет, зарегистрироваться, ему там выдают вот эту регистрацию там 3, 6, 12 месяцев, вот, так, если компания не выступает принимающей стороной, то есть он ее не проживает, там чаще всего это общежития какие-то берут, либо физики, у которых Беларусь снимает квартиру, так вот, если компания не стала принимающей стороной, то о заключении трудового договора она не обязана, уведомлять МВД, вот это, скажем, такая плюшка максимальная, плюс мы еще в этом году у нас там в связи с приездами и переездами нам надо было продлить договор с беларусом, так мы продлили без его присутствия, просто пришли в МВД, сказали, что у нас такая ситуация, ну, вплоть до того, что нам выдали там письменное заключение, что да, у нас рисков нет, что цена вопроса, еще раз повторюсь, один миллион рублей, он работает удаленно, живет в РБ, работает с российскими компаниями, а тут не обязаны, на самом деле, с удаленными сотрудниками, на самом деле, очень много интересного есть, в том числе с Украиной, с Белоруссией, вы, если вы являетесь заказчиком, в том числе, либо работодателем, вот, в целом, сумма наугов, которые плачут с Россией, она фактически равна нулю, но только если он именно не зарегистрирован в другой стране, как ИП, если он зарегистрирован в Украине, либо в Белоруссии, как ИП, тогда у вас есть НДС, вот, какая специфика, вот, была практика у нас, когда был физик-украинец, и, соответственно, впоследствии, когда он стал уже ИПшником, нам пришлось уже выплачивать НДС, так вот, возвращаясь к вашему кейсу, соответственно, вам не надо уведомлять МВД, МВД уведомляем, когда физически сюда сотрудник прибывает, и, скажем так, в рамках борьбы с терроризмом и вот этого всего остального, МВД должны фиксировать приезд любого иностранца, соответственно, то есть, у вас он, беларусь, самозанятый, а тут, он у вас именно беларусь самозанятый, или он у вас беларусь-физик, просто тоже две разные истории, беларусь-физик, это точно отсутствие уведомления, а вот беларусь самозанятый, тут, тут я бы отдельно еще посмотрела бы, как он тогда, как, в какие заезды он стал самозанятым, тот голословный, утверждательный, физик, который зарегистрировался в принадлежении моего округа, ну, то бишь, самозанятый. В вашем случае, я бы прямо вот территориально МВД отправила бы запрос, что мы, такую ситуацию у нас, такая ситуация у нас есть, мы еще пока не заключили договор, по крайней мере сказать, вот, и пусть они выдадут письменное заключение, если их хочет попросить, они это могут. МВД проверка, в принципе, редкая история, но, скажем так, она так иначе может возникнуть, вот, поэтому здесь я бы отдельным письмом от самого территориального МВД, потому что ситуация неоднозначная, вот по физикам мы точно знаем, а вот по самозанятым белорусам нет устоявшейся практики, вот. Хорошо, так, Максим вопрос, мужские самозанятые оплачивают услуги самозанятым, например, работают, да, я понимаю, о чем вы, это, там, скажем, на грани того, в том числе, заключение договора трудового, там, что у самозанятого не может быть сотрудников, были недавно письма в ноябре о том, что самозанятый в том числе может работать и с остальными, скажем, в общем, по подряду нанимать других исполнителей. У нас есть ограничения, потому что мы можем только, там, продавать то, что сами произвели липтовар, то, что, скажем, нами производилось, вот в случае с рекламными услугами, как это будет работать. Нет устоявшейся практики, но вот с точки зрения заказчика я могу сказать, что это риски. Также есть отрицательная практика, когда ИП берет на себя заказ и перезаказывает другому ИП, такие взаимоотношения чаще всего переквалифицированы, бывают в трудовые отношения. Здесь я все-таки вижу риск того, что самозанятый может лишиться своего статуса, либо очень тщательно работать с документами, с датами оплат и, скажем, просматривать эту историю. Вот, но, скажем, у нас есть только одно письмо, хотите, могу его вот отдельно выслать, касательно того, могут ли нанимать. По факту говорят, да, могут, но как оно будет работать и как не будут ли переквалифицированы эти отношения из гражданско-правовых условно в трудовые, здесь уже вопрос. Как только они будут переквалифицированы трудовые, соответственно, вы как самозанятый уже теряете свой статус. Возможно, возможно, делать это через, скажем, своих коллег. Вот, это будет наименее рискованный вариант работы. Но, скажем так, я вам этого не подсказывала. Просто, скажем, в силу того, что вроде все просто, как в том числе говорили предыдущие спикеры, но вот при таком компании есть определенная специфика. Если это именно именно ваша ситуация, я бы все-таки разграничивала. Здесь мы, скажем, не сотрудничаем, здесь у нас другая история. Если идти по аналогии с товаром, то не надо. Всегда пожалуйста. Если там что-то еще нужно, мои контакты в конце будут. У нас есть блок на ВИСи, мы стараемся делиться теми лайфхаками, которые есть. Понимаем, что всем просто. Поэтому считаем, что должна быть максимальная польза. Так, кажется, Олег, все, да? Пока я смотрю, закончились первые вопросы, первая масса вопросов. Я добавлю, какие по контенту, который вы рассказывали. Вы говорите, судебные практики пока по самозанятым никакой не сложилось. Есть ли какие-то интересные кейсы, случаи, про которые вы слышали, которые вы знаете? Вот на что важно обратить внимание самозанятым? Важно обратить внимание на документацию. Вот это с этим точно игнорировать не надо. То есть это очень важно. вы уже не просто физики, которые получили по Сбербанку онлайну, вам перекинули. Кстати, даже если вам перекинули по Сбербанку онлайну, по номеру телефона, все равно вы можете провести чек. Здесь надо быть осознанными максимально, потому что политика меняется максимально в части уплаты налогов НДС. У нас максимально автоматизировали, сейчас взяли за НДФЛ. Соответственно, если вы не хотите оказаться в ряду тех, кому будут вопросы спустя три года, они точно будут, несмотря на ковид и на остальные обстоятельства, крайне рекомендую заранее готовить документацию свою и быть максимально ответственными. У нас демократическое государство, в рамках которого каждый уплачивает свои налоги, смотрит, как они в дальнейшем распределяются. Если вы самозанятый, скачивайте приложение и максимально тщательно готовьте свои документы. А вот я насколько понял, девочки, которые работают в цветочных магазинах, они сейчас смело могут принимать деньги на телефон себе, на свой счет, и просто потом чек выдавать как самозанятые. Девочки из цветочных магазинах, они скорее являются ИП-шниками. Ну, допустим, если они самозанятые. Извлечение, скажем так, у нас еще раз есть момент того, что говорила ранее Нина Васильевна, то есть это товары, которые мы сами изобрели, точнее, сами, скажем, изготовили, и мы максимально участвовали. То есть тут как раз таки логика налоговой заключается в том, что у вас есть некое хобби, в рамках которого вы там без заключения трудовых отношений, без, скажем так, максимального увеличения можете самостоятельно генерить вот эти тортики. По цветочкам не уверена. Мне кажется, по цветочкам все-таки у нас есть и подрядные взаимоотношения, у нас есть сотрудники, у нас есть постоянная аренда, вот здесь больше рисков, хотя при этом цветочники у нас не попадают в запрещенные виды деятельности, но список у нас открытый. Та практика, которую мы видим, что скорее всего будут, скажем так, уменьшать количество деятельностей, которые будут, потому что, ну, база, вышли от того, что вот есть репетиторы, есть такие несложные виды деятельности. Все мы знаем ситуацию в Туле с кондитерами, когда те же налоговики, которые активно в том числе пользуются соцсетями, пробивают ваши аккаунты, приезжают к вам, говорят, ага, не заплатил, точнее, не выдал чек, вот тебе, ай-яй-яй. Вот та же практика, скажем, которую мы слышим, что Мишустин очень любит ходить там куда-либо, получать чеки и потом пробивать их, скажем, в системе, и от того, что он видит, что чек есть в системе, которая создана налоговая, он получает свое удовольствие. Ну, тоже, как бы, если я трудился человек, он видит свой результат, это на самом деле очень круто. поэтому в рамках цветочников я бы все-таки рассматривала еще, как арендуется, как приобретается, есть ли сотрудники, вот, если там, вот, скажем, эти параметры есть, то все-таки, наверное, будет более правильно стать ИП. Если мы, скажем, маркетологи, рекламщики, соответственно, по нашим услугам, да, необходимо становиться самозанятыми, вот я большой упор всегда делаю на документацию. Это всегда стопроцентная гарантия того, что ваши услуги будут оплачены. У вас прям вот все следы есть, вы пойдете в суд, и по исполнительному листу ваша сумма к вам вернется. Так, следующий вопрос. Штрафов пока особо не было ни у кого, но какие штрафы возможны? И какие размеры этих штрафов? Ну, вот, с точки зрения самозанятых, я штрафов вот с 19-го не встречала, ни разу никто не жаловался, скажем, что-что-что было еще. Ну, вот тысяч рублей, о которых мы говорим, вот, это в рамках КОАПа, и то я по аналогии взяла, вот, чаще всего ваши заказчики, либо вы уже понимаете, боитесь, что будет переквалификация в трудовые отношения. Да, этот риск есть, чтобы его избежать, еще раз акцентирую, документы, графики выплат, отсутствие ситуации монозаказчика, вот, и, скажем, максимальная, скажем, демонстрация того, что вы работаете не только с одним, вы работаете со всем рынком, вот, тут скорее не подставляйте своих заказчиков, и максимально, скажем, готовьте тщательно документы, участвуйте в этом процессе. С вашей точки зрения, как юриста, кем лучше быть, ИП или самозанятым? Я налоговый консультант, я исхожу от ситуации, которая есть, то есть, какие у вас водные данные, это, скажем, такой костюмчик, который должен на каждом сидеть, конкретно, то есть, какой у вас доход, если вы только начинаете свою деятельность, да, конечно, проще пойти по пути самозанятого, потому что нет отчетов, нет бухгалтерии, не надо в нее вникать, вот, все весьма так максимально изи, но там изучить базовый закон, по которому вы будете жить, да, надо, вот, если вы уже там обросли и дальше двигаетесь по своему, знаете, как это, эволюция по Дарвину, самозанятые ПО, вот, соответственно, если вы, ваши заказчики не против того, что вы можете быть самозаняты, потому что рекламщиков есть еще ситуация, когда просят именно ООО, чтобы оно было на НДС, и только тогда с вами будут работать крупные тендерные там компании, будут там интересные суммы, по которым тоже можно работать, вот, если вы, скажем так, еще только начинаете, то да, самозанятые, это отличная возможность понять, как работает система. пока рассматриваются какие-то законопроекты, когда они будут приняты, и можно ожидать каких-то изменений в законодательстве относительно самозанятых? Ну вот из тех, что сейчас активно обсуждается, это вот пенсии, то есть все, кто стали самозанятыми с 2019 года, думают, а что будет после всего происходящего, соответственно, законопроект сейчас на стадии рассмотрения, я думаю, что с января следующего года уже будет большая конкретика, вот, поэтому какие-то отчисления именно по пенсии, они планируются, вот, я думаю, что следующий вопрос вот как раз-таки начнутся вот декретные, что вот, как быть мамом, вот, и как им дальше жить, потому что, как бы, часто ситуация, когда человек получает в том числе плюшки от государства и получает, и немного подрабатывает, вот, соответственно, вот, не рекомендую, потому что, вот, все, что у нас идет там через Бирбанк онлайн, оно подсвечено, и в какой-то момент к вам могут прийти и задать вопросы, откуда у вас появились здесь эти суммы, и почему вы тогда не уплатили, и что произошло. Так вот, если у вас уже, как бы, такой тренд имеется, вот, выходите из тени и используйте действительно реально комфортный режим налогоблажения, который дает сейчас государство. Так, у меня вопросы тоже на этот раз закончились. Уважаемые слушатели, есть ли еще вопросы от вас? Вроде бы, пока. Айгуль, спасибо большое за выступление, было очень подробно и интересно, ну, по вопросам вы видели, что к вам их очень много было. будем ждать вас на нашу следующий вебинар 16-го числа для новой аудитории. Ну, а мы будем постепенно переходить к следующему спикеру. Следующий спикер у нас Анна Вожаркина. Анна, с нами ли вы? Анна, напишите, пожалуйста, в чат, мы не можем вас определить. Хорошо, тогда пока ожидая подключения наших следующих спикеров, мы сделаем небольшой конкурс тогда. У нас есть две замечательных вот таких книги, надеюсь, их видно в камеру. Одна называется «Бизнес нуля», и вторая называется «Школа B2B продаж». Как раз в плане выступления Айгуль, она очень подходящая и в тему как раз работы с юридическими лицами. давайте устроим небольшой конкурс. Давайте сначала разыграем, скажем, первую книгу про бизнес нуля и розыгрыш очень будет простой. Нужно, чтобы вы ответили в комментариях, здесь ли непосредственно в чате зума или на площадке вещания вовне на следующий вопрос. Если вы слушали выступления очень подробно наших спикеров или, может быть, читали их комментарии, вопрос достаточно простой, и книгу получит первый же, кто напишет в комментариях. Итак, вопрос. Может ли самозанятый совмещать свою работу с работой по трудовому договору в какой-либо компании? Мария оказалась первая. Мария, мы с вами позже свяжемся и узнаем, как мы вам сможем доставить книги. Итак, второй вопрос и вторая книга, соответственно, школа B2B продаж. Я читал, мне очень понравилось, как очень часто бывают претензии к различным писателям, что много воды и много лишнего. В данном случае книга не очень толстая, поэтому, видимо, писатель решил воду убрать и писал чисто конкретику. Давайте следующим вопросом у нас будет, например, надо придумать. Не придумывался еще вопрос. Ну, например, вопрос такой. Сколько самозанятых на данный момент на территории России? Кто первый сможет быстро ответить на этот вопрос? Можно даже подсказка быстро залезть в Google. нет, Андрей, не так много. Кто сможет быстро ответить на этот вопрос, тот, соответственно, и получит эту книгу. А мы видим, что к нам подключился наш следующий спикер. Ждем пока ответа в комментариях, а мы ждем, видим, что есть наш следующий спикер. Это Елена Пентелеева. Елену я знаю достаточно давно, она, можно сказать, ведущий эксперт в теме бизнеса, маркетинга, рекламы, преподавателя ведущих вузов страны, при этом и бывший директор по маркетингу всем известных брендов, таких, как, например, Шереметьево, таких, как Ёлки-палки, если кто встречал, например, и многие евро-юбранных, в принципе, Елена расскажет о себе подробнее, на данный момент она уже является тоже самозанятой, как и вы, и она как раз расскажет, как она пришла к этому статусу, как, что повлияло на это, как она сейчас работает в этом отношении, в продвижении себя, как она строит свой бизнес, ответит на ваши вопросы, поделится своим опытом. Лена, тебе слово. День добрый, коллеги. Хорошо меня слышно? Да, хорошо. Лена. Да, Олег меня представил, и, в принципе, к самозанятому, если перейти, я перешла к такому статусу только в прошлом году. Но при этом, как вот был первый вопрос, можно ли совмещать? Я успешно совмещаю, потому что в данный момент я занимаю должность заместителя генерального директора в одной достаточно крупной компании, но при этом мой профиль все больше и больше уходит в административный, потому что зам генерального директора это больше все-таки уже менеджерско-административная работа, а ко мне продолжают обращаться за консультациями и помощью в области маркетинга, поскольку на рынке меня все-таки знают больше как директора по маркетингу, причем в арсенале моих брендов хорошо всем известный бренд Аэроэкспресс, аэропорт Домогедова, рестораны Фрайдис, то есть география достаточно широка, причем именно Фрайдис побудил меня все-таки открыть для себя такое направление, как самозанятый консультант. Как все получилось? В прошлом году, это даже не прошлый год, это была осень 2018 года, мне сделали предложение выступить консультантом для создания стратегии развития европейского описа бренда Фрайдис. почему на русского менеджера это упала миссия, не буду сейчас здесь останавливаться, но так случилось, что меня нашла австрийская компания, и мы стали общаться по поводу того, как мы можем юридически закрыть наши вопросы, потому что с точки зрения компетенции и именно маркетинговых задач, мы обо всем договорились. И здесь сама ситуация такая, что в Австрии очень сложное законодательство и взять на работу иностранца это еще тот квест, причем в нашей стране то же самое. Работать с иностранцами это всегда достаточно трудно для юридических лиц, поэтому австрийцы задали мне вопрос, а как можно по-другому, если мы с тобой заключим договор просто как с физическим лицом, да, ты не резидент, но в этой ситуации ты тогда решай свои вопросы по оплате налогов как резидент в своей стране. Ок, сказала я и полезла в законодательство смотреть, как же я могу оформить все это так, чтобы а, сэкономить, б, ну, сэкономить на налогах, потому что я понимаю, что вознаграждение буду получать в валюте, соответственно, я сразу попадаю на валютный контроль, это сразу открытие валютного счета, это куча закрывашек, и я как бы не очень обрадовалась этому, и пошла все-таки смотреть, каким образом можно оформить, потому что ИП у меня не было, ОООшку я открывать не хотела, потому что, ну, как бы не хотела. С чем это связано? С моим бэкраудом. Давно-давно я уже занималась самостоятельно бизнесом, меня это не пугает, но я знаю порядок отчетности, это должна быть финансовая дисциплина, это должна быть в той или иной степени ведение бухгалтерского учета, это должно быть обязательно, если у тебя еще есть наемные сотрудники или партнеры, тебе это обязательно нужно связываться и платить налоги на соцстрах, пенсионный фонд и так далее. То есть это некая бюрократическая работа, которую вот в данном приложении, именно в данном договору консалтинга она плохо прикладывалась, я понимала, что я не очень хочу все это делать ради вот этого договора. Вопрос стал выпадать на ИП. ИП тоже стала разбираться, тоже поняла, что есть определенная отчетность, что надо будет поехать, попасть в реестр ИП и так далее. И здесь, на мое счастье, открывает эксперимент с самозанятыми. Что такое самозанятые? Это по большому счету те же самые ИП, но где сужен круг, к деятельности, которая разрешена на самозанятых. И консалтинга как раз попадает под эту сферу, потому что это периодическая услуга, ты ее не постоянно оказываешь, ты можешь оказывать ее как физическим, так и юридическим лицам, причем ты ее производишь именно сам, потому что твоя услуга это твоя экспертиза, твое знание. Плюс надо отдать должное российской налоговой системе, они сразу для самозанятых создали очень удобное мобильное приложение. Зарегистрироваться там у меня заняло, по-моему, 10 минут, и стало все понятно, и как заносить свои доходы по поводу полученного, вот как раз полученного дохода, это все очень легко. и соответственно я это сделала и вопрос был решен, то есть со своим государством как налоговый резидент я вопрос решила. Для австрийской страны головная боль тоже ушла, потому что они мне просто по договору, который у нас был заключен между мной и физическим лицом и австрийской компанией, они перечисляли на счет в банке, ну да, мне пришлось открыть валютный счет, но это сделать было достаточно легко, я просто открыла валютную карту уже привязав его к себе, они просто перечисляли деньги. На момент поступления денег я смотрела какой у нас курс, переводила это все в рубли, я имею ввиду, чтобы отчитаться перед налоговой инспектором, занести в кабинет самозанятого, заносила эту сумму как полученный доход, и это все учитывалось, рассчитывалось, и сразу мне приходили денежки, ну то есть информация, сколько я должна заплатить налога. Именно в рублях. И таким образом все это было очень быстро и хорошо. Вы мне можете задать вопрос, а как же уплата пенсионного фонда, суд страха, потому что самозанятые этого не платят. Только в этом году сейчас начали обсуждение, что стоит, наверное, тоже вести, потому что в этом случае мы должны понимать, что для, например, начисления пенсионного фонда эти самозанятые не идут в расчет. То есть если ИП, когда вы платите налоги, вам там считается пенсионный фонд, будущее пенсионное начисление, потому что вы переводите туда деньги в этот пенсионный фонд, то самозанятые, поскольку не платят налог, то, соответственно, им вот эти доходы и вот этот стаж, который работает по самозанятому, они не идут ни в стаж пенсионный, не учитываются для последующего пенсионного накопления. Но здесь скажу крамольную вещь, я вообще в пенсию не верю, поэтому как бы меня это не очень беспокоило. Мне важнее было, чтобы у меня не возникло проблем с получением дохода, потому что доход белый, он поступает на счет в банки, в банк сразу запросил меня, на каком основании мне перечисляют валюту из-за границы, и я туда предоставляла свой договор валютный, чтобы снять вопросы, и мне важно было закрыть именно взаимоотношение с нашим налоговым кодексом. И я его успешно очень закрыла. И проработав достаточно долго, я вот по такому, значит, по такому самозанятому режиму, я этот самозанятый режим не закрыла. Я поняла, что с ним очень удобно, и я продолжила работать с ним, с российскими юридическими лицами. И что это хорошо, что дает для юриков? Вы знаете, что, например, я как преподаватель высших учебных заведений всегда работаю по договору ГПХ, и, соответственно, ну, потому что преподавание высшей школе не может быть оформлено как самозанятый, то есть все внешние эксперты, которых не входят в штат, они все работают на ГПХ. Что такое ГПХ для работодателя? Это плюс 13% уплаты подоходного налога зарплаты, потому что юридическое лицо является налоговым агентом за того человека, который он привлек, плюс 38% в перечислении в пенсионный фонд, и так далее, и так далее. То есть получается, что если меня, например, как физическое лицо пригласили на 10 тысяч рублей, то простите, для работодателя я обхожусь на все 13,8 рублей, поэтому на 30% дороже мы все обходимся работодателю, когда выступаем как физические лица. И при этом, если мы на ГПХ, то за нас работодатель все равно платит по полной с фонда заработной платы эти налоги. Поэтому когда я предлагаю, ну, как преподаватель по-другому невозможно. Но вот, например, когда меня стали приглашать в предприятии, и ты говоришь, что ты самозанятый, для них это лучше, потому что если, конечно, для них идеально это ООО, потому что они тогда в этом случае на НДС не попадают, они передают вам этот НДС. Но если ты не ООО, потому что тебе невыгодно держать ООО, например, у меня нет постоянной выручки, а вести бухгалтерию придется постоянно, а я этого не хочу. Соответственно, ИП для них все равно, что ИП, что самозанятый в этом случае. Почему? Потому что они все взаимоотношения с налоговой инспекцией по уплате налогов по этому договору перекладывают на вас. Им уже становится хорошо. Они уже не платят 38%, 30,8% за вас, как за физическое лицо, они с вами заключают договор с таким юридическим статусом, как самозанятый. Он в принципе во всех тендерах даже приравнивается к субъекту малого и среднего бизнеса, как ИПшники и ООО на упрощенке. Но при этом самое интересное, даже для участия в тендерах, вот я сейчас участвую в тендерах как самозанятый, я не заполняю вот эту большую-большую таблицу реестра стоящих на учете субъектов малого предпринимательства, что мне легче. Но я имею такой же статус, как любой ИПшник, который подает на тендер. Причем тендер на государственной площадке, все это официально, все это прозрачно. Почему удобно работодателю? Потому что он имеет со мной взаимоотношения, не облагает, то есть не несет за меня ответственность по уплате налогов, он передает всю эту заботу мне, при этом я, заключив договор, оформляю получение авансовых платежей или финальных расчетов, заношу все это в мобильное приложение, получаю официальный чек, отправляю его своему юридическому партнеру, и этот юридический партнер забирает этот чек и относит его на себестоимость. то есть он их замечательно списывает по другому каналу, не через фонд заработной платы, а через канал хозяйственных расходов, что для него это тоже хорошо и меньше у налоговой инспекции вызывает вопросов, куда пошли деньги, на что пошли деньги. поэтому получается, что я вынуждена став самозанятым, узнав о всех его плюсах и до конца почувствовав удобство работы, а еще раз повторю, удобство в чем? У меня не постоянный заработок, он у меня периодический, соответственно, я отчитываюсь только тогда, когда я получила дополнительный доход, все остальное время я не отчитываюсь, с меня налоговая не требует никаких отчетов, она не предъявляет ко мне никаких вопросов, потому что я все это в приложении декларирую. Второй плюс взаимоотношения с юридическими лицами, они предпочтут работать именно, как я уже сказала, по иерархии, они предпочтут работать с ООО, потом, и для них все равно ИП или самозанятый, потому что для них это одинаковые ставки, а потом уже с ГПХ, потому что для ГПХ самое неудобное для работодателя, я имею в виду, когда у тебя коммерческий краткий контракт, но очень неудобно именно с точки зрения затрат, которые они несут. И третий момент, это удобство отчета в мобильном приложении, потому что мобильное приложение очень понятно, интуитивно все ясно, куда что заносить, как выписывать чек работодателю, и такую форму я сейчас использую. И использую очень активно для как раз рекламы и для взаимоотношений. При этом частная реклама, я имею в виду взаимоотношения, участие в тендере, оказание услуг. Причем оказание услуг физическому лицу тоже становится понятным и прозрачным, потому что человек тебе, когда присылает деньги, он пишет, за какие услуги заказ, значит, оплачено, а банки сейчас все это мониторят, контролируют, и ты заносишь это все сразу же оперативно в мобильное приложение, и налогов, вопросов налоговой инспекции не возникает. Но мне кто-то может возразить, что в принципе ЭПшники тоже могут работать, я имею в виду физическое лицо тоже может работать по договору, как бы изынося все свои доходы в конце года, потому что мы можем сдавать уточненную декларацию и туда дополнительные доходы записывать, все полученные дополнительные доходы сдавать один раз в год. Но сразу скажу, что кто вот такой аккуратный, все записывает, все ведет, все хорошо, ему, наверное, проще, он ведет учет весь целый год, где-то у себя в тетрадочке, в табличке Excel на компьютере, а в конце года уже потом идет и как законопослушный гражданин, как просто физическое лицо отчитывается перед налоговой инспекцией за дополнительные полученные доходы, неважно за какие там услуги. Но дело в том, что при моем обороте мне удобнее совершить сделку ее сразу закрыть. Почему? Потому что налоги списываться будут все равно в конце года, но ты зафиксировал это все и здесь также удобно, если тебе выставили счет, ты можешь их оплатить до конца года, но ты можешь заплатить их здесь и сейчас. И мне вот удобнее, знаете, получается, ты заключил договор, ты отработал эту консультацию, ты получил вознаграждение, занес в мобильное приложение, закрыл, отправил чеки, уплатил налоги, все, проект закрыт полностью, и у тебя не возникает никаких там на подкорке ой, надо заплатить налоги, надо еще там вспомнить, надо занести, к концу года это все освежить, не ошибся ли ты в цифрах и какой у тебя был подрядчик, и ну как бы мне удобнее сейчас с мобильным приложением, вот реально. То, что ставки будут повышаться, ну да, наверное, будут повышаться, потому что я, например, столкнулась даже с таким, что если ты оказываешь услуги физическому лицу, ты плачешь 4% налог, это выгоднее, выгоднее даже, чем и пешники, и ложки, работающие на упрощенке, если ты работаешь с юридическими лицами, ты плачешь те же 6%, как и в весне, но вот я, например, работая с иностранцами, столкнулась с тем, что я платила 8% налог, потому что у меня еще был какой-то там валютный налог, и он составлял 8%, но это не 13%, это гораздо выгоднее именно для тебя, как для самозанятого. Будут ли увеличиваться налоги? Думаю, в этой ситуации, в которой мы сейчас все оказались, да, они будут увеличиваться. Скорее всего, самозанятых, когда пройдет удачно эксперимент, а его сейчас расширили на большее количество городов, и поймут, что это достаточно хорошая собираемость, скорее всего, его начнут приравнивать куда-то к тем же ИПшникам, к тем же другим субъектам малого бизнеса, Ошкина, упрощенки и так далее. И вполне возможно даже налог для физических лиц, я не знаю, это моя гипотеза, может быть тоже налог, я имею в виду, на наши сделки между физическими лицами тоже может быть повышен, а может быть и нет, потому что все прекрасно понимают, как только будет повышение ставки налогообложения, весь эксперимент и его привлекательность начнет теряться, и, соответственно, люди снова захотят уходить в тень. Поэтому здесь нужно пройти нашему правительству и нашим налоговикам по разумной рамке. Как сделать так, чтобы все-таки народ предпочитал регистрироваться как замзанятый и платить налоги с поменьшей ставки, нежели совсем уйти в тень? Вы знаете, как уходить в тень, это же не только терять налоги, это еще и тратить деньги и ресурсы на поиск этих налогов. То есть получается, что у тебя собранный налог с гражданина становится в 2-3 раза дороже с точки зрения затрат. Каждый добытый рубль начинает обходиться в 3 раза дороже, нежели позволить человеку заплатить меньше, но тем самым восстановить государственные деньги на поиск субъектов налогообложения. Что касается, как Олег сказал, как я себя продвигаю как самозанятый. Знаете, я себя не продвигаю как самозанятый. Я себя продвигаю, я продвигаю его как консультанта. И именно как консультант, когда мне просто задают вопрос, то я тогда говорю, я самозанятый. Вас это устраивает? Большинство сейчас работодателей это начинает устраивать. Почему? Я уже объяснила. Потому что они не попадают на налог на ГПХ. Конечно, они хотят ООО, например. Я сразу начинаю, у меня другой аргумент. Если это ООО, это сразу бухгалтер, это плюс затраты для ваших, то есть моя спестойность моих услуг сразу будет возрастать. Будет возрастать на затрату отчетности, на затрату содержания бухгалтера. Даже если я могу, например, быть бухгалтером по уставу ООО, но я понимаю свою занятость, не буду держать эту ООО. Но здесь ведь вопрос может быть немножко проще для меня, поскольку как консультант важнее я, а не форма юридическая, по которой я работаю. И поэтому самозаимтость в этом случае для меня стала спасением. Потому что до этого я вообще говорила, что только договор ГПХ. И работодатель так вздыхал тяжело и говорил, ну ладно, хоть ГПХ, ну вот как бы вы мне нужны. поэтому сейчас мне гораздо проще и проще работодателю и это облегчило взаимоотношения и облегчило участие в тендерах. Потому что вот когда ты идешь ГПХ, ты вообще не можешь в тендерах участвовать. Тебе нужно тогда пойти и зарегистрироваться как ЭПшник. Вот. А опять же повторюсь, как ЭПшник это тоже более серьезный статус. Понятно, что если вы постоянно ведете бизнес, то может быть вам удобнее работать и с ЭП со статусом. Но опять же повторюсь, все-таки это подразумевает стабильный бизнес-процесс, когда у вас есть регулярный доход и когда вы подразумевается должны регулярно отчитываться перед всеми фондами. Но опять повторюсь, у ЭП есть плюсы. Начисляются пенсионные начисления, учитывается пенсионный фонд, учитываются платежи. У самозанятого этого нет. Поэтому здесь надо взвесить все. Если вы работаете по совместительству, как я самозанятый, скажем так, мой доход свободный от основной работы в Риме, то самозанятый здесь спасение есть. Почему? Потому что отчет основной в пенсионный фонд и налоги в пенсионный фонд за меня платит работодатель, потому что я там нахожусь постоянно, то есть я в штате. Если для вас бизнес является основным, только этим вы занимаетесь, то стоит подумать, как решить вопрос с пенсионным фондом, потому что в принципе вы можете сами добровольно платить взносы в пенсионный фонд. Но как я сказала, например, что у меня другую отношение, что нужно создавать свой пенсионный фонд, потому что на наше государство в современной волатильности вообще не стоит рассчитывать. Поэтому о себе и о своем пенсионном фонде стоит позаботиться по-другому. Поэтому в этом случае самозанятой достаточно удобно, потому что вы не платите пенсионный фонд, а вы сами распоряжаетесь своими деньгами и складываете их в ту кубышку, которая, на ваш взгляд, даст вам наибольший доход. Поэтому здесь тоже появляется некая вариативность. Вот, поэтому подводя итоги, вот так совершенно случайно я стала самозанятым, но при этом я достаточно довольна тем, что мне дает этот самозанятый статус сейчас в условиях моей работы и сказала, почему, потому что я же еще и с другой стороны, как сам генерального директора, и я же знаю, как у меня цена образования идет и какие расходы я несу как работодатель на оплату тех или иных затрат, которые я потрачу на привлечение профессионалов или на привлечение кадров. Поэтому зная мотивацию работодателя, мне очень легко вести переговоры, потому что я знаю, работодатель экономит в этом случае 30,8%. Вот, и я готова ответить на ваши вопросы. Да, Лен, это вот как раз тот самый редкий случай, когда человек знает во сколько дороже обходится бизнесу. Любой человек привлеченный здесь надо сразу понимать, это для будущего, даже когда вот мы, например, хотим делать малый бизнес и считаем за сколько мы привлечем людей, и если на рынке условно говоря специалист соглашается работать за 50 тысяч, запомните, он вам будет стоить в полтора раза дороже. Так, дорогие участники, есть ли еще вопросы Елене? Если вопросов нет или возникнут потом, Олег, то можно будет письменно, если что-то и каким-то образом. Да, мы обязательно тебе следим. Обязательно, да. И помучим тебя вопросы. Спасибо тебе за выступление. Все, всего доброго. Мы будем переходить к нашему следующему спикеру, который, по нашему мнению, является, наверное, одним из ведущих спикеров в теме самозанятых, точнее, одним из даже самых известных спикеров, который регулярно принимает участие в различных мероприятиях, рассказывает про самозанятость, про продвижение самозанятых и про все подробные вопросы, которые относятся к этой тематике. Это Елена Белоусова. Елена, вам слово. Добрый день, Олег, здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо большое за приглашение выступить на сегодняшнем мероприятии. На самом деле, опыт именно рассказов про самозанятость у меня еще пока небольшой. Это второе выступление, но я сама являюсь организатором мероприятий по travel тематике, по продвижению, поэтому мне... Но если смотреть Рунет, то вы прям один из наиболее цитируемых, наверное. Здорово, я рада, что удается продвигать эту тему в жизнь, потому что она мне на самом деле пришлась по душе. И с вашего позволения я, собственно говоря, поделюсь сегодня своим опытом. Так, сейчас я запущу презентацию в полноэкранном масштабе и, собственно говоря, расскажу, поделюсь, скажем так, своим личным опытом работы интернет-маркетологом на самозанятости. Я уже, получается, почти что два года как оформилась в этом статусе. Практически одна из первых, наверное, была, потому что статус этот появился, этот режим налогообложения появился в январе, собственно говоря, девятнадцатого года в четырех регионах, как мы все знаем, и я как раз оказалась, собственно говоря, жителем одного из них в Московской области и практически его сразу, как только он вступил в действие, в конце месяца я зарегистрировалась. Люблю, собственно говоря, экспериментировать, люблю пробовать снова и в самом конце презентации, в общем-то, поделюсь с вами выводами, скажем так, которые я могу сейчас уже, будучи два года платильщиком налога на профессиональный доход, да, могу сделать и забегая вперед, скажу, что у меня крайне позитивные впечатления об этом статусе. Коротко расскажу о себе, чем я сейчас занимаюсь, потому что, собственно говоря, вся моя презентация будет посвящена так или иначе рассказу об этом, о своей, скажем так, практике, как я работаю, как я именно с точки зрения системы налогообложения, скажем так, работаю с юридическими лицами, у меня практика связана с тем, что я предоставляю услуги компаниям по маркетингу, по продвижению, по настройке рекламных компаний, и именно по этой причине у меня практически, наверное, 90 клиентов, это, естественно, юридические лица, и я сразу столкнулась с некоторыми, скажем так, особенностями работы с ними, и расскажу, как у меня все построено, как я, в общем, оформляю весь пакет документации, работая с ними. И вторая часть моей деятельности это организация мероприятий, организация конференций, вебинаров, марафонов и подобных форматов, как правило, онлайн мероприятий, как мы сейчас с вами, собственно говоря, здесь присутствуем. И там идет особенность в том, что я, скажем, монетизирую эти мероприятия за счет продажи записей, и мне нужна была возможность принимать деньги онлайн через сайт и предоставлять доступ к этим записям автоматически, а не вручную. Я тоже расскажу коротко и об этой стороне, собственно говоря, вопроса. Ну что ж, поехали. Как я уже сказала, что презентация у меня будет из двух частей. В одной части мы как раз-таки поговорим про то, как принимать оплату через сайт. Во второй части поговорим о том, как работать с юридическими лицами, и в конце несколько слов, скажем так, я остановлюсь на плюсах и минусах, какие-то, может быть, некоторые шероховатости, с которыми я столкнулась, да, вот работая как именно самозанятый, а не как ИП. Итак, я, в принципе, уже коротко рассказала, чем я занимаюсь, поэтому этот слайд я пропущу и начну, наверное, с того, почему я вообще, в принципе, выбрала именно самозанятый, самозанятость, потому что два года назад, когда я даже, ну да, два с лишним года назад, когда я столкнулась с этим выбором, когда мне нужно было принять решение оформлять ли мне ИП, либо мне, да, собственно говоря, попробовать вот этот новый, пока еще, тогда, еще на тот момент он был совсем никому неизвестный, статус самозанятости, и я лично основывалась на следующих критериях. Первый момент это то, что самозанятость зарегистрироваться, зарегистрироваться в этом статусе занимает буквально несколько минут, то есть это не красивая фраза, не оборот речи, это на самом деле так, то есть мне для того, чтобы стать самозанятым, заняло, наверное, две минуты буквально, да, я уже к тому моменту имела личный кабинет в налоговый онлайн-кабинет, да, соответственно, я просто через него залогинилась, два раза клацнула по клавише, заполнила необходимые сведения, и через буквально там 15-20 минут налоговая прислала смс-ку мне, что я уже являюсь самозанятым, то есть это очень просто. Второй момент это низкая налоговая база, да, вот предыдущий спикер, я успела послушать часть выступления, об этом в частности говорила, то, что налоги платить выгоднее самозанятому, да, потому что если у вас существенная доля физических лиц, то у вас налог будет ниже 6%, как, например, у ИПшников, да, самый низкий налог это именно 6%. Третий момент это, конечно же, элементарное просто ведение так называемого бухучета, хотя по факту его просто и нет, вам не нужно отправлять декларации в налогу, вам не нужны никакие специалисты, не нужны никакие сервисы дополнительные для того, чтобы вести, в том числе, кстати, платные сервисы для того, чтобы вести свою бухгалтерию, вы просто получили денежку и отправили, собственно говоря, чек, все, дальше налоговая сама все вам рассчитает и пришлет каждый месяц, там, 10-15 числа расчет, по которому вы платите, собственно говоря, налоги, очень просто. Четвертый момент это отсутствие обязательных пенсионных отчислений. Здесь, конечно, справедливо сказать, что как бы отсутствие пенсии, это не является плюсом, но плюсом я вижу то, что нет обязательных отчислений, как есть у ИП. ИП вот в текущем году, если я правильно знаю, 42 тысячи платят обязательно, и даже если не ведете вы никакую деятельность, вы обязаны эти денежки оплатить. Да, у вас начисляется пенсия, но у вас нет возможности отказаться от этих взносов. Если вы самозанятые, вы сами выбираете платить вам деньги в пенсионный фонд или не платить. К слову, сейчас есть возможность, собственно говоря, договор заключить с пенсионным фондом и по собственному желанию эти денежки оплачивать. Дальше, это нет необходимости устанавливать онлайн-кассы, по крайней мере, пока самозанятые освобождены от этого требования, и как ни крути, но все-таки это достаточно существенный плюс, потому что вот к тому моменту, когда два года назад я определялась, кем же мне быть, это для меня было на самом деле одним из таким факторов, благодаря которому, скажем так, чаша весов в сторону самозанятности склонилась, потому что все-таки платить либо какую-то, пусть не очень большую, но сумму ежемесячно, либо покупать устройство это, подключать вот эти вот все там чеки, тра-та-та-та-та, для меня это было несколько, ну я бы сказала так сложно, разобраться, понятное дело, можно в этом во всем, но тем не менее, когда этого нет, в принципе, все гораздо проще. И, собственно, тот момент, которым я обмолвилась, то есть, если вы не занимаетесь никакой деятельностью, если так сложилось, что у вас там, допустим, за прошедший месяц не было никаких клиентов, никаких доходов, то, соответственно, вы просто не платите никаких налогов, да, это тоже достаточно существенный плюс, ну и, конечно же, еще тоже немаловажно, если сравнивать, например, НПД с ООО, да, то это то, что вы можете прекратить деятельность буквально в один клик, вы просто нажимаете в приложении, что я больше не являюсь самозанятым, и отказываетесь от введения данного статуса, если, например, у вас ООО, это целая достаточно проблемная процедура, если у вас ЭП, все равно вам нужно идти в налоговую, писать заявление, там, проверять, что у вас все оплачено и так далее, да, то есть есть некоторые нюансы и проблемы. Итак, едем дальше. Как я сказала, что мы прежде всего поговорим о том, как я организовала прием платежей на своем сайте. Возможно, кто-то из вас тоже занимается какой-то деятельностью, связанной с необходимостью подключения эквайринга к сайту, и вам, вероятно, возможно, понадобится эта информация. Кроме того, если вы, например, оказываете какие-то услуги, например, консультации, маникюр, да, и вы можете, например, организовать онлайн-запись и принимать тоже средства на сайте, я сейчас расскажу, как, собственно говоря, это сделать. Первое, это, конечно, то, что вам нужен сайт. Я решила эту проблему достаточно очень простым способом, который не требует никакого программирования, никаких навыков, веб-дизайна и так далее. Это конструктор, который называется Тильда, их на самом деле достаточно много, но я проводила такое микроисследование и поняла, что Тильда это самый, на самом деле, удобный инструмент, который позволяет вам просто зарегистрироваться, выбрать шаблон, который вам нравится, там просто есть готовых десятки шаблонов. Вот, например, вы можете посмотреть некоторые из них, это психотерапевт, персональный стилист и куча других на самом деле шаблонов, которые уже дизайнеры приготовили для вас и вам остается только поменять картиночки и поменять тексты на ваши. Все, собственно говоря, и у вас готовый сайт. То есть это настолько просто, ну, примерно, как пользоваться Word и Excel, да, то есть вам нужно просто достаточно быть компьютерно грамотным человеком для того, чтобы создать свой, собственно, персональный сайт. Можете попробовать, если вы регистрируетесь на сайте, у вас по умолчанию есть 14 дней абсолютно бесплатного доступа, а вот по ссылке партнерской вы можете получить плюс один месяц бесплатно, просто для того, чтобы потыкать, потестировать, проверить, как вам вообще зайдет или нет. И вот так вот теперь выглядит блок с возможностью приобрести на моем сайте записи конференции, которые у меня продаются, да, то есть это такой блок с кнопкой там подробнее или купить, как вы ее сами, собственно говоря, назовете, с ценниками, и человек, который оплачивает, он, собственно говоря, просто выбирает тариф, который ему нужен и переходит непосредственно к оплате. В чем еще большое преимущество Tilda? То, что к ней уже подключено большое количество систем различных систем приема платежей или систем эквайринга, как они называются в банковской сфере. Вы видите на слайде, да, какое количество систем уже к ней подключено, то есть, ну, реально это вот на вскидку могу сказать, что это больше 10 систем, которую вы можете выбрать. Вот, к сожалению, тут надо оговориться, что с самозанятыми работают далеко не все. И это, наверное, один из минусов, с которыми я столкнулась, потому что пока еще банковская сфера не развернула сторону самозанятых, потому что просто-напросто большинство самозанятых, как я понимаю, не предполагают, что это люди, которые что-то принимают через сайт, потому что по большей степени первое время были таксисты-курьеры, теперь очень много людей, которые оказывают услуги на дому и так далее. Но, тем не менее, такие системы есть. Одна из них это Яндекс.Деньги, которая так называлась до недавнего времени, теперь ее выкупил Сбербанк, и она называется Юмани. Вы просто регистрируетесь в Яндексе, регистрируетесь в Яндекс.Деньгах или Яндекс.Кошелек, еще по-другому это называется, и там необходимо пройти процедуру идентификации. Что такое идентификация? Это когда вы свои паспортные данные предоставляете Яндексу, и вам вот эту золотую галочку, скажем так, назначают, как вы видите на третьем блоке. После этого вы можете хранить на кошельке достаточно серьезные деньги, вы можете принимать достаточно большие суммы, то есть у вас практически нет ограничений для того, чтобы, собственно говоря, работать с этой системой. Процедура идентификации может быть предоставлена быть через различные офисы связи, либо непосредственно в офисе Яндекса, поскольку я живу в Москве, я проходила именно таким способом идентификацию, и это, кстати, было бесплатно. И в чем, собственно говоря, особенности работы с Яндекс.Кошелек, комли-юмани, такие специфические минусы, которые я могу выделить, это то, что это все-таки не банковский экваймент, это не когда вы подключаете, допустим, к кассу настоящую, все-таки это кошелек. Это пока для меня не очень понятный на самом деле продукт. С одной стороны, я доверяю Сбербанку, я доверяю Яндексу, если у меня никаких вопросов к тому, что они могут с моими деньгами куда-то там исчезнуть, нет, но тем не менее нужно понимать, что хранение средств на этом кошельке это никакими страховыми законами, соответственно, не регулируется. А второй момент это лимиты по хранению. Но я вам показала, что в принципе лимиты по хранению идентифицированного кошелька полмиллиона, то есть в принципе это более чем достаточная сумма, но тем не менее нужно понимать, что они есть. Третий момент это то, что вывод средств кошелька, к сожалению, платный. И вот это, наверное, самый неприятный момент, потому что помимо платы за эквариинг, 2%, об этом, кстати, я забыла, по-моему, сказать на предыдущем слайде, 2% эквариинг, то есть, соответственно, человек платит вам тысячу рублей, а вам на счет приходит 980, на 2% меньше. Помимо платы за эквариинг, вы платите еще комиссию за вывод, и она составляет 3% плюс 45 рублей. Вот это, наверное, небольшой такой нюанс. И четвертый минус это предупреждение о том, что вы переводите физическому лицу, которое появляется при оплате, когда человек оплачивает счет вам. Это тоже такой, знаете, специфический момент, но тем не менее, у меня были случаи, когда ко мне обращались, говорили, Лена, вот вы знаете, здесь выскочило такое окошко, а можно ли платить, там точно можно этому доверять, да, то есть у некоторых возникает такое небольшое недоверие. Это на самом деле для меня тоже стало одним из решающих факторов, почему я, собственно, перешла с этой системой. Еще, наверное, один маленький нюанс скажу, что по поводу, как избежать комиссии за вывод средств, да, у U-Money есть возможность заказать карточку, выглядит она обычной пластиковой банковской карточкой, стоит она всего-навсего, там, 399 рублей на 3 года, и вы можете с этой карточки абсолютно спокойно, так же, как и любой банковской карточкой, расплачиваться в магазинах, оплачивать покупки в интернете без каких-либо ограничений, более там, вот там даже различные кэшбэки есть, и, собственно говоря, главное то, что еще с нее можно ищить денежку, 10 тысяч в месяц снимать абсолютно бесплатно. Вот, это, собственно говоря, так, как я пользовалась до некоторых пор, но потом поняла, что все-таки суммарно по, ну, скажем так, вот этим всем моментам мне показалось, что нужно искать какую-то более серьезную систему, и, собственно говоря, я обнаружила, что еще с апреля 2019 года Яндекс.Касса, которая теперь называется ЮКасса, я тоже выкупил Сбербанк, позволяет работать с самозанятыми, да, и Яндекс.Касса, я думаю, что вы неоднократно сталкивались с этим сервисом, это достаточно солидная платежная система, которая у многих на самом деле юридических лиц на сайтах стоит, и, собственно говоря, все ровно так же выглядит у меня теперь на сайте, да, все очень солидно, все очень красиво и хорошо. Здесь тарифы на, собственно говоря, прием средств чуть-чуть выше, но, как вы видите, это там 3,5% по картам, ну, с карты в основном все и платят, конечно же, да, но плюс состоит в том, что вам ничего не нужно платить за вывод средств, то есть деньги, которые вам заплатили на сайте, сразу же, ну, точнее, на следующий день, если в выходные заплатили, то в понедельник вам присылают в районе обеда, где-то в 2 часа дня примерно, на ваш счет в банке, да, у меня, например, счет сейчас в Тинькофф банке, да, соответственно, я эти деньги вижу у себя буквально на следующий день за вычетом комиссии за эквариум, конечно же, да, за вычетом вот этих вот 3,5%. Я не буду подробно вам рассказывать про технические нюансы подключения к Юкассе, у меня по этому поводу есть статья в Яндекс.Дзене, которую я писала прямо подробно со скриншотами, если вам актуален этот вопрос, вы можете отсканировать QR-код или перейти на ссылочки, которую вы видите на экране и посмотреть в принципе подробно, изучить, как это вообще в принципе работает, да. Могу сказать, что заняло это по времени у меня где-то около трех недель, если я не ошибаюсь, на самом деле могло быть гораздо быстрее, поскольку просто что-то с той стороны затупило, и мне очень долго не присылали ответ, что типа все нормально, можете подключаться. По факту там есть просто, ну, скажем, бюрократические различные заминки в виде бесконечного какого-то количества там заявлений, которые я подписывала, но это вот стоит того, чтобы помучиться, потому что у вас на сайте появляется совершенно профессиональная, которая не вызывает ни у кого никаких там сомнений системы, через которую люди могут платить у вас на сайте. И теперь это, в общем-то, выглядит вот подобным образом, да, на оплату на сайте, та же кнопочка, которую человек, собственно говоря, нажимает и оплачивает у меня на сайте денежку. Вот так вот выглядит форма, соответственно, человек вводит свои данные, имя, имейл, телефон, промокод, если у него есть какой-то промокод, дальше его перекидывают на страничку оплаты, как вы видите, все очень солидно выглядит, никаких упоминаний, что вы переводите там, пис лицу, внимание, внимание и так далее, да, соответственно, человек выбирает тот способ, который ему интересен для оплаты и непосредственно, собственно говоря, оплачивает. Еще такой момент, который я упомянула, да, то, что денежка, которая вам, собственно говоря, приходит на следующий день, вы можете сами оставить в Яндекс.Кассе любые реквизиты, любой банковской карточки либо счета, да, то есть вы можете указать все, что угодно. Я хочу сказать, что я работала с двумя банковскими системами, именно те, которые работают с самозанятыми, да, у Сбербанка есть свое дело, у Тинькова есть тоже самозанятость, раздел у него в онлайн-кабинете, да, соответственно. И я перевела через некоторое время со Сбербанка на Тиньков, потому что именно из-за того нюанса, который я вам говорила, то, что деньги на карточку приходят за вычетом платы за эквариум. И поскольку мы, самозанятые, должны платить налог с полной суммы, который клиент нам платит, а он платит у меня, допустим, тысячу рублей, приходит мне 975, да, соответственно, мне система автоматического отчисления, которая есть у Сбербанка, не подходила. Сейчас я пользуюсь Сбербанком, с Тиньковским банком, да, либо делаю вручную. Вот так выглядит в Тинькове, да, у вас, соответственно, вот приходит пополнение из Яндекс.Деньги, и напротив есть кнопка «Заявить доход», и, соответственно, заявляя доход, вы автоматически отправляете деньги в налоговую. Ну, как я уже сказала, я этой системой не могу пользоваться, потому что за вычетом эквариума приходят деньги. Вот. И, собственно говоря, выводы по этому блоку, который я могу вам сказать, то, что первый минус, с которым я столкнулась, что систем для эквариума, к сожалению, гораздо меньше для самозанятых, чем для ИП либо ООО, да, и, собственно говоря, процент, который мы платим за эквариум, он чуть-чуть выше, именно в силу того, что, ну, скажем так, предложений на рынке не так много, и конкуренция не очень высокая. И пока, пока, на текущий момент времени я еще не встретила идеального решения. Я продолжаю периодически мониторить рынок и смотреть, что появляется нового. Вот сейчас могу сказать, что я обнаружила сервис, который называется PayAnyway. Возможно, кто-то из вас его тоже знает. Если вы пользуетесь, прямо вот будет здорово, если поделитесь со мной информацией, как он вам, потому что кажется, кажется, что он помогает как раз-таки автоматически регистрировать чеки, чтобы прямо на сайте после оплаты человеку, который вносит средства, отправлялся чек, и мне не нужно было это делать вручную. Если это так, это просто огонь, но PayAnyway это как раз-таки, опять же, не банковская коммерческая организация со всеми вытекающими особенностями, о которых я раньше говорила, поэтому я пока мониторю отзывы, изучаю, что это за зверь, и, быть может, когда-то в будущем с вами поделюсь опытом уже использования другой системы. Следующий блок, о котором мы с вами поговорим, это работа с юридическими лицами. Как я уже сказала, я работаю как, скажем так, маркетолог-аутсорсер, то есть помогаю компаниям, которые связаны с туризмом, с туристической деятельностью, собственно говоря, в маркетинге, в продвижении, и для того, чтобы работать с юрлицами, мне необходимо предоставлять компаниям определенный пакет документов. Являюсь ли ясно? Юрлиц можно, в принципе, проскочить, о них мы ранее уже рассказывали. Окей, окей, хорошо, тогда я буквально вот две секундочки и заканчиваю. Ага, да, если как бы этот вопрос уже рассматривался, я не буду рассказывать про, да, всю свою систему, я только могу, наверное, сказать буквально пару слов, что я нашла бесплатный сервис, который называется сервис-онлайн.су, с помощью которого я создаю счета и создаю акты, собственно говоря, которые передаю клиентам. Да, то есть мне это очень сильно упростило жизнь, потому что я туда прямо в личный кабинет ввела все сведения о своих поставщиках, точнее, о своих заказчиках, да, и мне нужно просто выбрать в организациях ту компанию, с которой я работаю, и я автоматом выставляю чек на оплату. То же самое акт выполненных работ, я просто нажимаю кнопку создать закрывающий документ, и мне автоматически формируется акт по моему счету, который я выставила, да, мне очень нравится эта система, я ее как бы всем, с кем общаюсь, с самозанятыми, рекомендую, потому что она очень сильно упрощает жизнь за счет вот этой автоматизации и выглядит вполне себе интерфейс, скажем так, юзер-френдли, и, в общем-то, как бы мне более чем хватает ее бесплатных ресурсов для того, чтобы без проблем работать с юридическими лицами. Об этой системе я тоже писала в своем блоге на Яндекс.Дзен, если вам интересно посмотреть, как это работает, как я выставляю вот эти вот все чеки, акты, вот эти пакеты закрывающих документов, тоже можете перейти по ссылке, посмотреть, почитать, если вам актуален этот момент. Ну, собственно говоря, вот это все я, наверное, останавливаться не буду про то, как выбить чек, поскольку я полагаю, что все это вам уже наверняка рассказывали сегодня. Могу сказать, что с юридическими лицами, вопреки моим ожиданиям, у меня никаких проблем вообще не возникало, поскольку первое время, конечно, очень многие бухгалтеры немножко пугались и говорили, что а что, а как, а там, да, что это за статус такой, а почему у вас нет ИП и так далее, то есть сейчас я могу сказать, что таких вопросов становится все реже, ну, может быть, иногда возникают какие-то вопросы из регионов, которые только-только подключились, да, но при этом надо сказать, что информации сейчас море и на бухгалтерских различных ресурсах, а так, о том, как работать с нами с самозанятыми, поэтому такого, чтобы мне прям отказали в сотрудничестве, не возникало еще пока ни разу, для меня это, в принципе, показательно. Ну, и, собственно говоря, мои выводы за два года, о которых я обещала вам рассказать, да, что для меня, как человека, который уже достаточно давно в этом статусе работает, сейчас, на текущий момент времени, пока у меня доходы не дошли до двух и четырех миллионов в год, да, я считаю, что это практически идеальный на самом деле статус. Я не, у меня нет сотрудников, то есть я никого не нанимаю в качестве подрядчиков, субподрядчиков, да, периодически иногда приходится объяснять, да, компаниям, там, различным бухгалтерам, там, или подобно, там, сотрудникам, которые, собственно говоря, вот с этими документами со всеми работают, о том, что это за зверь, но в принципе в целом никаких особых таких проблем в этом статусе не возникает. про эквайринг, я вам все рассказала, я уже тоже говорила о том, что постоянно системы новые появляются, я думаю, что новые классные системы платежные для сайтов тоже в скором времени появятся, этот вопрос тоже будет снят. В общем-то, наверное, я поделила всем опытом, который у меня был, если что, подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзене, где я пишу, собственно, про самозанятость, кроме того, я создала группу самозанятых на Фейсбуке, если вы есть в Фейсбуке, присоединяйтесь, буду рада видеть вас. Если есть какие-то вопросы, то я готова на них ответить. Да, за группу спасибо, этого как раз часто не хватает многим участникам, чтобы можно было пообсуждать свои друг с другом вопросы различные. Так, дорогие участники, есть ли какие-то дополнительные вопросы? Да, можно мне задать вопрос? Елена, здравствуйте, очень интересный был ваш рассказ. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули карту Тинькофф, но многие клиенты, они являются держателями Сбербанка. То есть, вы не сталкивались с таким явлением, что они, ну, не то чтобы отказываться, им не очень удобно переводить платежи на Тинькофф, потому что они оплатят комиссию. Спасибо большое за вопрос. Так, первый момент, да, то, что я действительно сказала, то, что я зарегистрировала в Сбербанке и все-таки оставила карту в Сбербанке, и действительно, если у меня бывает клиент, физическое лицо, у него Сбербанк, то мне некоторые клиенты переводят через Сбербанк. это достаточно удобно, надо сказать, потому что платежи от физических лиц, да, когда отправляются на карточку, то они автоматически уходят в налоговую, да, мне вообще ничего делать не нужно, мой доход автоматически регистрируется. Второй момент, если, например, такое бывает сейчас, то сейчас есть система Сбп, по-моему, если я правильно называю ее название, которая позволяет абсолютно без комиссии переводить из любого банка в любой банк, и благодаря этой системе сейчас вообще проблем никаких нет, потому что какой бы банк у вас не было, вы можете отправлять платежи без комиссии, но я сразу говорю, что это касается только физлиц, поскольку я работаю в основном с юрлицами, они платят по счету, им вообще абсолютно все равно, в какой банк переводить. Лично мне удобнее держать в Тинькове, я говорила, почему, да, потому что у меня вот я в системе вижу все входящие платежи, и я в один клик могу отправить в налоговую этот платеж. Мне стало это удобно, я на текущий момент остановилась на таком варианте. Так, Мария Македжева спрашивает, как называется канал в Дзене? Канал в Дзене называется Самозанятая Лена. Максим спрашивает, подписываешь акты, если клиент покупает через сайт что-то конкретное по тарифу или все нюансы заложены в оферте? Да, все нюансы заложены в оферте, абсолютно верно, да, то есть у меня на сайте вывешен этот документ, ну, все как вот требуют юристы, прежде чем вы ставите эквариум, у вас обязательно должна быть политика конфиденциальности сайта, у вас должна быть оферта, то есть виртуальный договор и должна быть активная галочка, что человек оплачивая, он подтверждает, что ознакомлен с офертой и политикой конфиденциальности, чтобы у вас никаких потом проблем не было там по возвратам, у вас все должно быть прописано в договоре. Могу сказать, что я брала просто какую-то оферту, ну, скажем, типа такой типовая оферта там для сайта, да, наверное, она у меня не идеальная абсолютно, да, и нужно ее как-то дорабатывать, но как бы формально я все это соблюдаю, да. А на сайте помимо оферты еще, наверное, и политику конфиденциальности тоже указываете и, соответственно, все остальные, а там указываете себя именно как самозанятая, такая-то, такая-то? Да, конечно, да, самозанятая, ну, как вот мы в договоре прописываем, да, самозанятый, ННН такой-то, там, согласно справке такой-то, от такого-то числа выданный такой-то налоговой инспекции, вот это вот все, вот эта фраза, ну, я так поняла, что вы про юридическое вот эти вопросы уже обсуждали, да, и вот эту вот всю фразу в оферте в том числе мы вставляем, ну, это то же самое, что договор, только виртуальный договор, который человек подписывает, ставя галочку в окне оплаты. И в данных, наверное, про оператора персональных данных тоже. Вот я помню, что в политике конфиденциальности сайта, да, там указывается, соответственно, какие данные собираем и для чего, и, соответственно, где данные хранятся, то есть там-то есть определенные как бы требования к вот этим юридическим документам, ну, тут, конечно, я не юрист, я не смогу проконсультировать по этому поводу. Я вот сделала документы на основе каких-то типовых шаплонов, да, которые нашла в интернете и сделала по образу и подобию. Возможно, конечно, если юрист посмотрит, скажет, что у меня просто ужас и кошмар, все нужно срочно переделать, но пока тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, у меня вот за два года еще не было прецедентов, ну, было там пару раз возвраты, но я как бы, ну, если человеку что-то не понравилось, мне проще вернуть, скажем так, несмотря на то, что, может быть, у меня там написано в Аферте, что я не возвращаю деньги, например, за какие-то там услуги. Понятно. Так, вопросы вроде бы закончились. Елена, спасибо за выступление, было интересно, было полезно, будем рады, если сможете выступить у нас и на 16-е. Хорошо, спасибо большое за приглашение, коллеги, всем успехов, удачи, если какие-то будут вопросы, пишите, не стесняйтесь, спрашивайте. Всем пока, счастливо. Спасибо. И, как многие из вас уже заметили, у нас в эфире появился еще один человек, это наш следующий спикер, Анна Важарская. Мы поговорили уже про самозанятость в консалтинге, мы поговорили про самозанятость в интернет-маркетинге, а теперь мы перешли к следующему блоку, к следующему типу бизнеса, к образованию, потому что это достаточно большой пласт информации, большой пласт бизнеса, образовательные направления, и вот как раз Анна, как учитель английского, как блогер, расскажет, как она работает в этом направлении. Анна, раскрывайте нам в показ слайдов, чтобы было удобнее и на весь экран. Посмотрите, пожалуйста, я запустила, что-то не... Наверху показ слайдов, попробуем. Так, подожди, значит, у меня еще грузится, Олег. Он загружается, да, потому что... Чтобы он раскрылся на весь экран. Сейчас у меня... Вот на моем экране он на весь. Я не знаю, почему по-другому у вас выглядит. И другой кнопочки у меня нет. Хотела всех поприветствовать. Всем здравствуйте. Можно узнать, есть ли здесь репетиторы либо учителя, которые работают с физическими лицами. Может быть, как-то в чате вы можете помахать, чтобы было понятно, что тема интересна. Я на самом деле буду говорить недолго. У меня короткая презентация, потому что я преподаватель и не совсем тот человек, который разбирается в налоговых системах либо в правовых системах. Хочу вам показать свою историю. Сейчас, секунду. У меня немножко подвисает компьютер. Ага, вот. Вы видите, что у меня достаточно большой трудовой стаж. Я уже более 19 лет занимаюсь английским. Это мой хлеб. Это то, что я умею делать и делаю хорошо. С 2000 года я учусь. Училась в педагогическом. Анна, извините. Ничего не видно. Да, нажмите «Разрешить редактирование наверху». Видимо, из-за этого проблемы. Все, вижу. Так. Секунду, сейчас. Небольшая заминка. Сейчас видно? Вот. И теперь показ слайдов наверху. Отлично. Да, все отлично. Все, хорошо. Моя история работы достаточно долгая. И вы видите, что я успела поработать и по трудовому договору, и я работала в частных школах, работала в государственном учреждении один год. И с 2006 я открывала свою школу, которую в 2017 году продала. В школе у меня были две правовые формы. Это общество с ограниченной ответственностью и частное образовательное учреждение. Эти, так, извините, правовые формы я открывала по некоторым причинам. ООО мне требовалось потому, что у нас было два учредителя с девушкой. Мы делили нашу школу пополам, и нам нужно было это как-то юридически оформить. А частное образовательное учреждение мы открывали для того, чтобы получать гранты, потому что для организации, которые преследуют коммерческую деятельность, гранты какие-то в образовании, в социальных сферах, они недоступны. Можно сказать, та и та форма, я вам особо много про нее рассказать не могу, потому что когда у меня была школа, у меня был и юрист, и бухгалтер, которые меня консультировали в этих вопросах. Но для себя я их вынесла как, наверное, единственные формы для большой организации, так как у нас была школа достаточно большая, на 500 человек учащихся с двумя филиалами по городу, это был город Красноярск. И, наверное, ООО для нас был единственный вариант ведения этого бизнеса вдвоем. Когда я школу продала, я переехала в другой город и открыла свой кабинет. У меня были цели нанимать персонал, и поэтому первую форму правовую, которую я рассмотрела, это было ИП. Когда началась пандемия в нашем двадцатом году, мне пришлось ИП закрыть. И после, когда я переехала, уже у меня не было ни кабинета, я переехала работать домой, что, собственно, сейчас и делаю. Я стала развивать свой блог, продавая свои марафоны, курсы. Мне хотелось это все легализировать. И я выбрала для себя форму самозанятой. Сейчас я вам представлю вот здесь на экране сравнение формы индивидуальной предприниматель и самозанятой. И вы можете посмотреть, в чем разница, в чем преимущество для себя, как я вам уже объяснила, человеку, который совершенно не понимает в этих всех нюансах, в отчетностях. Форма самозанятой была, наверное, самым удачным вариантом, потому что мне потребовалось только установить приложение на телефон. дальше я оформила заявление, зарегистрировалась онлайн. Мне понравилось очень, что есть льготный период, есть возможность получать бонус, то есть там дается 20 тысяч рублей, с которых списываются мои налоги. Не требуется делать никакую отчетность, она отсылается автоматически. Я просто получаю от физлиц деньги на карту, вношу их в приложение, выписываю чек и все, больше мне требуется, ничего не требуется. А онлайн-касса, ну вот Елена сейчас рассказала, что у нее есть касса, у меня кассы нет, я выписываю чеки просто в приложении. Единственное, что сейчас ставят под сомнение данную форму лично для меня, это возможность, наоборот, невозможность нанимать людей, сотрудников. Так как сейчас у меня много учеников и у меня стоит такой вариант открытия что-то наподобие онлайн-школы, где мне потребуются сотрудники, я вот как раз обдумываю, стоит ли мне переходить обратно на ЭП или нет, но вот это единственное, пока для себя я вижу такой недостаток в этой системе, это невозможность нанимать людей. в остальных, во всех сферах для меня лично это лучший вариант. И людям, которые работают из дома, которые, репетиторы те, которые ходят по домам, да, то есть, есть такие, которые выезжают, я считаю, что это самая удачная форма. У меня очень кратко получилось, Олег, если, может быть, у кого-то есть вопросы точные по организации школы, по тому, как я веду учет. Анна, а что больше всего понравилось в самозанятости? Ну, вот лично для меня, я уже сказала, это легкость. Именно легкость в заполнении документов, потому что есть, наверное, разные типы людей, и когда ты работаешь в команде, у тебя есть бухгалтер, которому ты делегируешь полностью вот эти все таблицы и отчеты, и когда ты оказываешься один, ты ведешь занятия, у меня занятия обычно недостаточно креативные, я придумываю какие-то формы обучения интересные, я туда страчу все свои силы, и когда я открыла ИП сама, и мне нужно было писать отчеты, я помню, как мне мои знакомые говорят, ну что здесь такого, ты возьми просто и заполни, там форма такая-то, скачай там-то. Для меня вот эти вот все переходы на разные сайты, скачивание, заполнение, они тяжелые, я не знаю, есть, наверное, такие люди, которые также испытывают в заполнении таблиц какую-то проблему, и когда я открыла для себя форму самозанят, я подумала, отлично, просто это мой вариант, ты заходишь в приложение, занес сумму, написал появление, то есть откуда эти деньги, там урок английского, пишут, абонемент, там кто-то покупает курс, и все. Это простота использования. на дуде и грец, но вроде бы все очень просто. Понимаете, да, то есть ты вроде все честно сделал, да, ты занес свои доходы, ты их не скрыл, у тебя там спишь спокойно, и у тебя все заполнено, идет какая-то отчетность, плюс справки необходимые, мы с супругом, допустим, там на получение какой-нибудь ипотеки, да, либо нам нужно для ребенка в саде предоставить справки, я тоже могу это сделать, то есть я официально работаю, то есть это фиксируется, я не просто где-то там скрываюсь и скрываю свой доход. Пальцем грозить уклонистам от налогов? Нет, я никому не грожу, никогда никого не осуждаю, потому что там у меня был тоже такой пункт, когда я была студенткой, я работала и в частных школах, и репетитором, и будучи студенткой, я может быть даже и не знала, ну не то, чтобы прям совсем не знала, что надо свой доход легализировать, но как-то я об этом не задумывалась, поэтому никому не грожу, но я для себя эту систему определила как самую простую пока, поэтому тем коллегам, которые занимаются репетиторством, плюс еще там есть ряд перечень работ, которые могут быть самозанятыми, пожалуйста, это для вас будет самая легкая система. Анна, спасибо. Коллеги, есть ли вопросы к Анне? я пока не вижу, тоже чат открыла, посмотреть. Хорошо, видимо, пока вопросов нет. Анна, спасибо за выступление. Уважаемые участники, спасибо за ваше участие, и к вам есть большая просьба, поставьте, пожалуйста, циферками в чате то, насколько вам сегодняшний вебинар, сегодняшнее занятие было для вас полезным, от одного до пяти, ну, пять, соответственно, это отлично, вам все понравилось, ну, и, конечно, один, если ничего не понравилось, и все было скучно, бесполезно, и неинтересно, чтобы мы посыпали голову пеплом, и старались сделать что-то вау, замечательного. Всем спикерам большое спасибо, будем рады видеть их на наших следующих мероприятиях, на наших следующих занятиях, и мы пока собираем от вас оценки, а я с вами прощаюсь, и до новых встреч, до свидания.